Приветствую всех друзей, вы на канале Шедвилл Плей, меня зовут Дмитрий, друзья, мы с вами в Филарсов Этернити, в нашей крепости. В прошлой серии мы убили дракона из дополнения, теперь вернулись назад, чтобы наш боевой отряд снова отправить отдыхать, ну, мать и Эдера, скорее всего, и вернуть тех двоих, с которыми у нас связаны квесты. Та банда мне меньше, конечно же, нравится, но что делать, хочется посмотреть, что у них за история, если сможет раскрыться эта история, то будет очень хорошо. Так, нам повысили уровень за наши успехи, аж у пятерых людей, начнем с нас любимых, 9 единиц осталось, мне нужно выживание, десяточка, чуть-чуть еще бы, чтобы было 11, она тебе нужна, вот скажи мне. Вычистое урона, множество при получении лечения, подожди, 10 это 6, правильно, и 4, вот да вот это, бонус против врагов, лезис расходуемых предметов, бонус к урону против окруженных врагов. Ну, эти два мне не нужно, чтобы усилять, хотя, хотя не знаю, насчет атлетики, второе дыхание, может атлетику лучше, давайте, наверное, лучше атлетику качнем. Ну, выживания мне хватает, то, что у меня есть, блин, а я такой неплохой, рыцарь-дровосек, с тарелкой, тарелки моди нынче просто, еще и пират, у меня все-все на свете. Ну, в этом оделся, в одежде, в таричке. Ну, что было, то и взял. Единственное, вот здесь что-то не пойму, что у меня тут, там есть хоть штаны? Можно показывать это людям? По-моему, есть. Ну, такой нормальный воин, ну, лучше так стоять, конечно, если не уверен, то лучше вот так, да, стоять. Так, давайте сделаем чуть-чуть атлетику, повыше. Пусть она и будет. Энергичная защита, вот это вот, скорость мгновенна. Боицы преисполняются яростью, решимости отражать все атаки, на короткое время все типы защиты значительно повышаются. Плюс 20 на 16 секунд. Ну, это вот тот случай, когда мы с вами стояли и держали дракона. Ну, вернее, не дракона, а те, кто нас сбил. 16 секунд, правда, маловато, все защиты, но... Маловато 16 секунд. Хотя за 16 секунд я могу выстрелить несколько раз, и дракона можно было бы оглушить за это время. Ладно, я подумаю. Грация в доспехах. На себя штраф скорости за доспехах минус 20%. Искатель приключений, рыцарь, это все оружие, искусственный шквал. Это уже не мой класс. Специальное оружие солдат. Я пока не беру это все. Давайте, наверное, все-таки эту защиту возьмем на 20 секунд. Что-то в ней добудет у нас какая-то польза. Либо доспехи отнять. Не знаю, 20% штраф. У меня доспехи самые сильные. Нет, давайте, наверное, минус 20% штраф скорости из-за доспехов мы уменьшим. Потому что, да. Потому что я беру самое тяжелое, и это будет хорошо. Боец отлично приспособен к ношению даже громоздких и стесняющих движения доспехов. Его штрафов к восстановлению значительно меньше. Все, берем. Пусть будет. Готово. Эдер, ты у нас пойдешь отдыхать, но мы все равно эти уровень повысим. Стоимость 11, атлетика 12. Это будет 13. Держи. Атлет-то наш. Вот он выглядит стильно, конечно. Еще бы ему этот шлем бы подкрасить в красный цвет. И смотрите, и плащик красный. И все остальное красное. И сабля огненная. И тарелка даже, по-моему, вот, смотрите, даже тарелка красненькая. Ну это просто... Ладно, не важно особо. Так, защита опять же, та же самая. Грация в доспехах, та же самая. Приключенец, уверенная техника. Это что, на себя? Становится обычным. Минимальный урон плюс два. Спассивная способность, давай. Я себе такую, по-моему, убрал. Готово. Есть. Так, господин Стоик. Господин Стоик, тоже стильный парень. Нормально выглядит. Так, 14 механика обязательно. Обязательно дальше уже не можем ловушки вскрывать. Обязательно. Ты наш скрыватель. Должен быть всегда на готове. Так, столб веры. А что у меня такого нету? Сразу за этот, 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 этот. Круг защиты. Одно заклинание? А что, всего одно заклинание? Еще так мало. Столб веры это дополнительно, по-моему. Подожди, мрачное благословение. ОД для друзей плюс 20% обычных попаданий становится критическим на 40 секунд. Уровень 3. Так, это хорошая вещь. Это я использую иногда периодически. Печать караула. Это что? Упреждение заклинания сущие. Давайте вот это вот. Давайте вот это. Вот мрачное благословение. Вот. Теперь оно будет у нас в доступе. Только в бою. Да. На 40 секунд критовать. Вот прикольно. Есть. Следующий кто? Аллот. Вот Аллот у нас может за бабушку сойти. Какую-нибудь, знаете? Такая, которая там ходит по замку и шепчет что-то с книгой. Так, 14. Ладно, знания уже лупим. 15. Далее у нас 2 заклинания. Седьмого уровня. Это, по-моему, это первое заклинание седьмого уровня. У нас такого еще не было никогда. У нас 6 максимум был. Хотя мы уже уложили двоих драконов. Так, огненный шар с задержкой. Что это такое? Волшебник выбрасывает крючный шар огня, который зависает на определенное время, а затем взрывается, нанося большой огненный урон. А зачем задержка нужна? Нанося большой огненный урон. Это как ловушка работает, что ли? Ладно. Охранный посох Ленграта. Это заклинание с этой мощной боевой посох, который увеличить не надо. Смертельный разряд Нинангвата. Нинангвата. Чистый урон. 79,5. Это заклинание носит большое количество урона цели. При гибели любого врага, который не является духом, заклинатель получает свой контроль призрака. Отлично. Вот нам чистый урон нужен, потому что некоторых существ просто не возьмешь. Заклинаний маловато. И у лота, по-моему, их не было. Есть чистый урон у меня у матери и у этого стойка. А вот у него не было чистого урона. Сейчас с шариком подумаем. Заклинание с целью Фантома совершенствована версия фильма Фантома. Создает независимый копий волн. Понятно, это защитная. Хаотическая сфера Тейна. Название через... Хаотическая сфера перепрыгивает между дневними противниками на себя урона, вызывая ряд отрицательных воздействий. Окаменение, паралич. Прикольная вещь. Дробящий урон наносит. Окаменение. Переход на врагов. Пятерых. 21,32. Дробящий. Случай успеха. Окаменение на 4 секунды. Паралич на 5 секунд. Ослабление на 9 секунд. Недомогание на 11 секунд. Блин, классная вещь. Сейчас подумаем. Истинное осушение. Враги, проходящие стены, находятся в ней, теряются время... Время от ограниченных по времени положительных воздействий. За каждую тему секунду волшебник получает время к любому действию. Стены на положительных воздействий. Ладно, все. Да, не надо. Давайте вот это. Сферу Тейна. И смертельный разряд с чистым уроном. Вот это мы возьмем. Так. Такий мастер заклинаний. Так. Тяжкое закрепление. Сейчас, сейчас, сейчас. Посмотрю, что есть из полезного. Огненный шар часто бросаем. Осушающие прикосновения есть. Тяжкая задержка. Подавление магии. Ладно, это мы знаем, что... Давайте, наверное, по пагубному изрыв, что урон ядов, наверное, да? Разъедающий. Извергает вперед пагубное облако. А это что? Призывает три стрелы, которые попав в цель, отскакивают еще в две дополнительные цели каждая. У меня что-то такое было. Колющий урон, правда, урон не очень. Ладно, давайте возьмем лучше, наверное, малый... Подождите, я вот это еще использовал. Огненный малый блайт. Создает руки из окнательной шар энергии, который бросит... Нет, ладно, не надо. Вот это давай возьмем, наверное... Ба-ба-ба-ба-бам. Что мы возьмем? Колющий урон. Вот, давай, наверное, возьмем сковывающие стрелы минолит. Пусть будут. Вот это годится. И охотница наша. Выживание 12. Это будет два раза по кругу. Ну, давай 12. Пусть будет 12. Теперь она же на третий круг пойдет. Так, способности рейнджера. Быстрое прицеливание. Рейнджер уходит быстрый к ущеренному ступенью. Точность при этом понижается, но улучшается скорость стрельбы. Защищающие узы. Эмпатическая связь между рейнджером и животным спутником. Соответственно, она предоставляет значительный бонус в защите, когда оба находятся в одной и той же области действия атаки. Но они не находятся в одной и той же области. В основном. Восприятие хищика. Урон по целям, причиненный эффектом постепенного урона. Плюс 50%. Это за что заваливание. Командовать животному спутнику броситься на цель и сбить ее с ног. Два раза за бой. На 6 секунд. Маловато. Вызывает под ногами цель у корня, заставляя ее застрять. 5 между отдыхом. Застревание на 34 секунды. А ничего вещь. Яростный. Снижая скорость атаки и перезарядки, рейнджер способен более тщательно присоединиться добить более высокой точности. Узов хозяина. Призывает животного спутника вернуться к рейнджеру. Животное очень быстро возвращается к рейнджеру, на ее попытке ввязаться в бой. Ложная смерть. Животное рейнджера попадает перед смерть. В течение ограниченного времени в это время животное спутник восстанавливает выносливость. Когда рейнджер сдвоенный выстрел и стрелы. Используя охотничий лук или боевой лук, он может запустить две стрелы одним выстрелом. Каждый выстрел совершается с ниженной точностью. Модальная способность мгновенно. Пороховые ожоги. Модальная способность тоже. Перед каждым выстрелом и стрельным оружием заряжает в него избыточное количество пороха. Ослепление дает. Привести спутника в чувство. Привести в чувство с запасом выносливости 57,5. А что неплохая вещь, учитывая, что спутник не решает теперь кое-какие проблемы. Так, рейнджер может вылечить своего животного спутника на 69. Давайте, наверное, мы его, давайте, наверное, мы его, мы его, мы его, мы его. Сейчас подумаем. Лучше, наверное, привести в чувство 57,6. Он сейчас у нас дохнет первым. И на спутник теперь будет вставать, если что, снова держать оборону. Так, все, мы это все сделали. Я это сохранился. Давайте теперь посмотрим, что у нас по замку. Есть ли какие-то текущие задачи. Азура, влиятельный посетитель, но мы его вопрос решили. Пойдемте посмотрим, нет ли там чего в сундуке. Не, там что-то по-любому есть. Там затаскивают каждую неделю туда. Только я вот не, забыл, есть ли там этот, квестовое что-то. Кто-то что-то же выполнил, да, пока нас не было. Кана, по-моему, что-то сделал. И притащил нам в сундук какое-то сокровище. Азура, он... Мы его вопрос решили, он просто исчез. Ты же не Азура, нет. И ты не Азура, нет. Да, вот, появилось. Надо дать медпоясок посмотреть. Поясок и мусор, да? Так, поясок. Вот он, родной. Веревка для связывания, даже не поясок. Телосложение плюс два. Жестокий инструмент был создан жителем Хелсгейта, который поверил слухи в спосле, с помощью которого можно прикрепить кризис с пусторожденным. Это мы с вами читали. Телосложение аж плюс два, учитывая, что... Подожди, у меня вот... Подожди, это же пояс? Это пояс, но он духовная связь. Его нельзя снимать. Он не дает телосложения, но дает силу плюс три. Хотя мне телосложение, наверное, важнее, но снимать в любом случае нельзя. А у тебя что? Вычет урона пять колющий, вычет урона рубящий пять. На. Это будет пополезнее, уж поверь мне. Когда у тебя будет побольше всего. Так, это то же самое. Это... Сбивание с ног один раз за бой. На тебе. Один раз за бой. Нужен или не нужен. Так, есть. У тебя то же самое. Слушайте, у нас вот этот... Везде этот пояс. И этот один... А нет, плюс пятнадцать. Точность ловушки. Восстановление при смене оружия минус один и ловкость плюс один. Сбитие с ног есть. Так, а это мы что взяли? Кольцо из Вирвуда. Разъедающий ледяной. И перчатки силы огра, сила плюс два. Нам это нужно кому? Телосложение, сила, решительность. Да нет, у меня модные. Девять, девять, девять. Да, тоже модный. Так, а тут... Двадцать дух. Двадцать процентов носитель. И воля плюс пять. А тут решительность и телосложение. Это у нас ЭД скоро будет хорошим танком. Так, девять, девять, девять. Понятно. А здесь плюс пять, плюс пять, плюс пять. Хорошо. Тут у нас доминирование и решительность плюс три. И то же самое. Отклонение плюс девять. Так, это магия. И это интеллект. И тоже туда же. А тут у нас реакция ловкость. Пятьдесят плюс еще кое-чего. И стойкость, стойкость. Ладно. Это пока мы с вами оставим тут. Нас сейчас двое покинут. Но ты можешь идти прямо с этим оружием. А ты верни, пожалуйста, заклинания. Они нам могут в бою пригодиться. Ну, а это можешь... Блин, это можешь забрать. Так, есть. Перчатки не нужны. Сила плюс два у тебя лучше. У тебя лучше. А у меня? А у меня игнорируемый вычет урона три. Пять процентов промаха становится легким попаданием. И вычет урона плюс пять рубящий. Ну, ладно. Может, палить же не пригодится. Не знаю. Так, ну и это положи сюда. Слушайте, я вас двоих выгоню. А это что за плащик? Плащ мерзлой охоты. Это точно если вычет урона три ледяной. Если вдруг будет холодно. Все. Вас, ребят. Я отпускаю двоих. И беру обратно других. Мой отряд. Так, пока. И пока. Спасибо за убийство дракона. Вы были очень вовремя. И очень полезны. Без вас бы мы точно драконов не вольнули. Так, ну идите сюда, бедолаги. Один и два. Ну и звуки что? Как будто кто-то упал. Так, ты. Ты же. Ты же боец. Нет, у нас стрелок. Ей бы еще два мяча дать. Ну ладно. Ты сюда. Ты боец. Ты же боец, да. Я не знаю, как я с этой командой играю, но. Без ЭДРа и матери, к которым я уже привык, в принципе. Тяжеловато будет, если будут серьезные противники. Я надеюсь, мы их квесты развяжем и отпустим их в нашу крепость. Кани и компания. Ну, еще Пайджину, в принципе, надо брать в команду. Потому что там дальше квест ее будет. Сюжетный. Ладно, все. Мы порешали мелочи. После тяжелой битвы с высокогорным драконом. И отправляемся дальше. На север. Вперед. Нашим дополнением. Ну, если что, я знаю, где вас найти. Я за вами вернусь, не волнуйтесь. Так, принять. И белая. Вот сюда, да. Или с деревни пойдем. Какая разница? Мы здесь все квесты сдали. Давай прямиком в арсенал Дургана. А почему бы и нет? Вот он так выглядит. Вот он так выглядит. Центр, можно сказать, дополнение. Белый переход. Найти лагуфетов и артефактов и ары. Ценные трофеи. Я, конечно, бы высокогорного дракона бы обозначил как босса всего дополнения. Потому что я нереальнейший босс, конечно, если драться с ним без хитростей. Но, видимо, это просто побочный босс. Наверное, будет еще кто-то похлеще. Ладно, давай теперь берем в руки кнопку подсвечивания. И начинаем искать. Тут мы еще не были, поэтому можем обнаружить много чего интересного. Такая маленькая локация. Что это такое? Сюда нельзя. Что такая маленькая уже стена? А, это я просто в углу нахожусь. Цветочки. Олени. Ну, пошли сходим сюда. Квесты уже будем выполнять по мере. Не буду читать сейчас, что нужно найти, кого найти. Ё-моё. С каких пор колени стали такими опасными? Нифига себе. Уже и олени нападают. Видели? Я же не планировал с вами драться. Это агрессивный. Подожди. Не может быть, чтобы они ничего не защищали. А ну, посмотри здесь. Стой, к нам, гляди, блин, своими глазами. Ну, не может быть. Вон, рука торчит из снега. Смотри. Я же говорю. Не может быть, чтобы тут ничего не было. Колечко. О, это модное колечко. Плюс 9, плюс 9. Это необычно. Это не плюс 5, плюс 5. Кто там у нас носит? Плюс 5, плюс 5. Вот плюс 9, плюс 9. А вот плюс 5, плюс 5. Теперь будет плюс 9, плюс 9, плюс 9. Во. А это плюс 5, плюс 5, плюс 5. Как раз рука торчит из снега. И на пальчике то самое колечко. Мы аккуратно сняли. И мужика обратно притоптали. Снежок. Мы герои, да? Прибор Исты издает ужасно резкий звук. Компас указывает на запад. Священный прибор. Это нам надо найти руду какую-то, по-моему, там что-то. На запад, так на запад. Мы все равно все обойдем. Хоть на запад, хоть на восток. Работаем. Давай. Хорошо. Подойду. И вот этого. Что-то ослодились-то. Не на шутку уж. Опасно, ребята. Это все просто этот, как его. Погодные явления. Дождь замерз и озверел. Так, ну я на западе уже. Давайте. Во. Стой, стой, стой. Не подходи. Сейчас будет больно. Это же великаны эти, блин. Скалистые огры. Я первый. Ну и воня. А о мертвых еще хуже, батаршики. Сзади. Береган говорил о нем. Не трогай его. Здрасте. Видение Матроны Береган указывает нам путь. С кем мне тут поговорить? А кто из вас главный-то? Ладно, не важно. Так, пчелы нашли. Так, приборы, как они там назывались. Наверное, вот тут вот. Священный прибор. Давайте хоть вспомним, куда идем. Женщина по имени Иста пытается воссоздать алхимические приборы, с помощью которых гномы арсенала обнаружили месторождение, на котором возвели свою крепость. У нее есть прототип, работа которого нужно проверить. Для этого кто-то должен осмелиться пробраться через дикие земли, найти залежи драгоценных металлов. Металлов возле арсенала Дургана с помощью прибора Исты. Истоверено, что ее прибор работает примерно так же, как те, что использовали гномы арсенала Дургана. Чтобы найти месторождение ценных металлов, она попросила меня проверить работу прибора в скале, вернее, на склоне горы возле арсенала. На перекрестке прибор показывает на запад. Вот, будем проверять сейчас. Чего на меня не напали? Собрать руду. Да, руду осмотреть. Но тут как бы дракона не было. Я не удивлюсь, если он будет снова здесь какой-нибудь низкогорный. или западногорный. И вот это куда еще? В это выход уже, что ли? Ой, лагуфеты. Ой, блин, у нас что-то многовато. Так, давай, наверное, я сейчас вот это вот давай. Тебя уже это выключили, уже выключили. Алло, отвернись к нам. Ты нам нужен. Садись. Не успел. О, зеленокаменный посох. Боевой посох двуручное оружие. Нанести 265 урона. Это мы выполнили уровень. У-у-у-у-у-у, это устойка, да. Блайты 5. Дает панцирь жука 2 между отдыхом. Понятно. Отличное качество. Точность плюс 8, плюс 30 процентов. Ну все, окей, я понял. Следующие условия какие на посох. А следующие условия. Все улучшения духовной связи завершены. Да? Это же не он. У кого посох был? Подождите, посох у кого был? У тебя же был посох. Это не тот посох. Следующий. Убить блайты 5. Использовать зеленокаменный посох. И убить враги 25. Использовать зеленокаменный посох. Ну, да. Прокачиваем. Это первая стадия. Будут блайты, убьем. Угу. Так, будут блайты, убьем. Где что-то еще? Вот и труда. Похоже. Да. Вернуться к Кристи. Что, все? Просто зайти и перебить этих гадов? А что я на паузе? А-а-а. Морозные слизни. Бейте, бейте, бейте. Он встал. Зеленым, но это не значит, что его не надо бить. Ищет. Ну? Или еще кто? О, нашел. Что-то еще есть. Так, вот это. Лук модный. Боевой лук отличное качество. Не очень модное, но качество хорошее. Сапфир 2. Есть дорогая, редкая. Так, оно... Ну, давай сюда попробуем еще вылезти. К этой не пойдем пока обратно. Сейчас побродим еще. Бегай туда-сюда. Хотя, может, она другой даст еще квест. Ну, продолжение этого, возможно. Так, и где это я вылез? А, в эту область, видимо, мы бы не попали, наверное. Да нет, дорога ведет. Вот зачем здесь два выхода, входа. Так, тут напал. Ее, мышечка, что ж так много-то, а? Ужас. Ужас. Двойник мага. В общем, у меня есть группа заклинаний. А, ну, давай попробуем вот это, которое разбрасывает. Он не успевает нифига стирать. Его сразу же отказ включают. Смотрите, блин. Какие мудрые тут маги в них. У Лакуфетов. Сразу знают, кого надо выключить. Ладно. Давай. Ты пришел с себя. Я не могу попробовать ни одно твое заклинание, блин. Опять выключили. Ёптель-моптель. Смотрите. Не слишком ли у врагов развито чувство? Ясновидения, нет? Куда он знает, что он там делает? Жесть. Не успевает ничего сделать. Так, ладно, уровень повысили. Сейчас давайте здесь. А ты у нас кто? Я забыл. Атлетика выживания. Давай десяточку выживания тебе лучше дадим. Чтобы вывести тебя на 12 хотя бы. Или-то 6, 10. О, нормально. Как раз десяточки нормально будет. Так, безумие. Вот это вот. Варвар ты наш 13 уровня. Приводит варвара в безумное состояние. Скорость 3 один раз за бою. Давая бонус к силе, телосложению и скорости атаки. А также накладывая штраф к отклонению. Пока безумие у варвара активно и его возносливость и здоровье скрыт. Но у меня есть такое безумие. Это у Эдера. Благодаря кольцу, по-моему. Поэтому как бы... Как бы... Не очень это хорошая способность. Потому что ты не знаешь, когда Эдера надо лечить или еще что-то делать. Позволяет варвару почувствовать боль. Уходить в негодование. Получая бонус к урону, пока выносливость ниже 50%. Плюс 25 урон, пока выносливость ниже 50%. В конце начинает драться. Прикольно. Грубая сила. Варвар бьет так сильно, что легко поддавляет обычные способы защиты. При атаках, которые обычно выполняются против отклонения цели, варвар атакует стойкость. Если значение этой защиты ниже. А у меня варвар с арбалетом бегает вообще. Спринт. Варвар получает способность впадать в неистовство, что позволяет ему игнорировать остановку при вступлении в бой и получить бонус ко всем защитам при входе. Ладно, давай. Пассивно средний действительность. Что? Само присутствие варвара на поле боя становится настолько пугающим, что внушает всем врагам тошнотворный ужас. Пока варвар неподвижен, ближайшие противники могут испытывать недомогание. Но если она стоит стреляет, она неподвижна. Но опять же, если она стреляет, а вдруг она... Это уже не работает. Скорость стойки производит процентов пассивно. Вызывает у варвара неутолимую жажду крови. Временно увеличивая его скорость на 9 секунд. Полная атака пассивно способна. Вызывает полное утверждение. Когда выносишься, если варвар падает до 0, он мгновенно производит полную атаку с резнёй по всему кругу. И умирает. О, Кабури. Варвар не войдёт в бой по инициативе врага, уровень которого ниже более чем на 1, но он может быть атакован в ближнем бою. Ладно. Прижок дракона. Черпая варварский ответный удар. Варвар инстинктивно отвечает любому, кто попадает по нему в ближнем бою на себя чистый урон. Ну прикольно. 10-15 на себя. Жажда крови. Убив врага, варвар над веном останавливается и сразу может атаковать снова. Понятно. Ладно, давайте вот, что я тут присмотрел. Давайте вот это. Вот это, когда 50% здоровья начинает стрелять более серьёзно. И бить серьёзно. Пусть будет вот это. Чё там меня? Подожди, а где твои мечи? А, я же у тебя их отобрал. Ёптель-моптель. Прости. Она у меня руками сейчас дерётся. Я думал, ты с арбалетом. Нет, у тебя ж мечи должны быть. Вот. Она у меня руками лупится. Я когда её выгонял, я же мечи отобрал. Так, на время. Так, мне там что-то дедуля сказать хочет, по-моему. Что, тебе уровень повысили? Давай уровень повыси, потом поговорим с тобой. Так, дедуля. Выживание десятка, тут шестёрка. Жди дальше. Так, быстрые удары. Руки монаха атакуют в бешеном ритме. Скорость атаки повышается на короткий период. Мгновенно. Рана один. Скорость атаки плюс 20 на 10 секунд. Колесо жизни. Монах способен превращать физическую боль в чистую энергию. Перенаправлять её нападающих. Пока монах страдает от ран, он добавляет в ближний бой профессиональный бонус огненного урона. Гигантский шаг. Скорость перемещения плюс два. Интенсивная практика и годы учёбы позволяют монаху двигаться в бою с уверенной плавностью. О, как сапоги как будто. Бонус. Явность в агонии. Испытание страданиям. Подожди, это что ясность в агонии. Минус 50% на 10 секунд. Понятно. Испытание страданиям. Стойкость плюс 10 на 20 секунд. Временный бонус. Понятно. Ослабление удара. Ослабляющий удар. Нацеливаясь на определенные зоны врага точки монах способен вызвать физическую слабость. Физические попадания ближнего боя вызывают от цели слабость на 15 секунд. Хорошая вещь. Зелкало души. Шанс отразить атаку дальнего боя 50%. Ух ты. Половина снаряда дальнего боя, нацеленных только на него, отражает обратно в точку высоты. Блин, крута вещь. Надо вот это взять. Частенько у нас стреляют. Перемещает монаха с маноносной высотой направления цели. Ладно. Раздвоенная душа. Монах непродолжительное время медитирует, сконцентрировавшись на свой удар с небес. Монах запускает врага в воздух, прибивая его обратно к земле и оставляя его сбитыми с ног. На 3 секунды сбивания с ног. Долго. Так, я хочу назад. Зеркало души. Шанс отразить атаку дальнего боя 50%. Во. Вот теперь они будут стрелять сами в себя, если будут стрелять в монаха, конечно. Сойдет. Так, есть. А, с тобой еще хотел поговорить. Давай. Че надо? Я часто задумываю себя о пропавших строителях крепости, которые мы ищем. Они были стерты из мира. Интересно, было ли это предначертано? Во всем происходящем есть какой-то смысл, даже если он нам непонятен. На Аль-Паске согласились бы, горькая судьба так же совершена, как и радостная. Все же тяжело не задаваться вопросом, почему. Поговорили хорошо. Я здесь. Сандачок. Давай, стоюк. Работала ловушка. Сейчас что-то не нашел. Это ловушка. Стоюк. Ух ты. Отклонение плюс 9. Ну, такое у нас есть. И чара плет. Уникальная рапира одноручная. Урон 11-16. Ну, не очень бы, чтобы очень. Эдер бы заценил. Ну, я возьму, конечно. В любом случае. Вагончик. Какой-то кусок тела. Тут тоже. Слабое наложение подавления печали. Надорванный сверток. Это что? Это большой, оплотно набитый сверток из мешковины. Через длинную борозду на одной из его сторон высыпалась часть содержимого. Маленькие жестяные банки, сильно воняющие свефом. Это что? Эдквэс. Свернуться к фиаре в привал Грейва. Найти лагуфетов, артефакты фиары. Да, это квест. Ценные трофеи. Так, и этот мы квест решили. Да, до этого Дургана дойдем. И тогда уже назад. Там просто сюжет у нас. Это пока побочки. Вижу, вижу. В стиле это отличное качество. Тут ловушка может быть. Стой. Есть ловушка? Нет? 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 Есть? Нет? Есть? Нету? Вроде бы нету. Так, ну, всякий мусорок. Ну, денег мы поднимем, конечно, на таком мусорке. Это мы тут же. Это пещера. Это караван. Это пещера. Это мы сверху. Да, мы бы сюда не попали. Только через пещеру надо пройти. Тут дороги, походу, нет. Разделено на две части. Вот подъем и обрыв. Трещина, которая может посоперничать с разгоряченными глубинами. Чего там. Ой. Погнали, ребята. Ну, Аллот, попробуй еще раз. Все, Аллот уже лежит. Ну, не прелесть ли? Ну, не прелесть. Сказал я. Так, давай вот это вот. Кошмарный крик, поражая ужасом всех врагов. Давай. Будешь ты когда-то колдовать. Все, разорвали. Аллот, ты вернулся? Красавчик. Попробуй стрельнуть еще раз. Ну, хоть кого-нибудь, ну, пожалуйста. Это у нас чистый урон, по-моему, да? Больше, конечно, чистого урона цель. А ну, давай попробуй свой чистый урон в первый раз. Чистый урон, 119. Ну, почти убил. Если он успеет прочитать заклинание, он мощный, конечно. Все, и он его и убил, собственно. Он его и добил. Я буду. Там мост уже ведет к этому, к арсеналу. Массивный такой. Мы еще не готовы. Вот, собственно, арсенал. Нет, ну пойдем куда-то. А ну, здесь вот посмотрите. Стойка на проверяй. Есть что? Закопанной в снегу нет? Нет. Ясно. Вообще, нижнюю часть можно осмотреть долго. Много чего не исследованного. Всегда можно пойти? Можно. Может, сначала на мост? Ой-ё. Стой, 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 стой. Пошел вверх. Призраки. Туда нельзя. Так, а как это вообще выглядит? А, это вот соединяется. С этой частью. Переход Дургана. Можем туда пойти. Можно через пещеру, можно не через пещеру. Так, а это вниз. Это просто ворота, возле которых мы пробежали. Это круг. Да, Дурган все-таки вверх полезется. Ладно, давайте всю карту сначала, а потом туда уже вверх. Или можем пойти квест создать? Ладно, подумаем. По идее, нас-то должны навалять. Ладно, а что по квестам у нас вообще? Раскаяние рыбака. Я так и не понял, что это за задание. Награда на Алдрен. Вот. Стой, 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 где-то в Эльмшуре. Нет, не то. Вот, медстола. Глава сестеричества. Это Леонной в очерепа. Медстой, стой, стой. Видели недалеко от арсенала Дургана. Вот её сейчас мы ищем. Скорее всего, она где-то вот тут в углу, потому что больше-то и негде быть. Это третий квест. Вон, Кровяк. Вот она, точно. Награда за гол, как я чётко, да? Вот она, давай-давай. Аллот. Аллотище. Ты сейчас должен нам помочь. Попробуй взять под контроль. Ты, собственно, вот сюда стреляй. Не попадёшь. Быстрее только. Отлично. Отлично. Под контроль взяли, и сразу же она на нашу сторону перешла. Пока на нашей стороне, предлагаю быстренько изуродовать вот это. Аллот, ты можешь и дальше заниматься тем, чем я занимался. Чё-то хорошо получается. Можешь взять в окаменение вот этого типца. Быстрее же. Окаменели? Окаменели вот это. Давай-давай-давай. Отлично. Сейчас мы все их силами и перебьём. Жалко, что мы не можем ими управлять. Жрицу убили. Разворачиваемся в эту область. Теперь вот сюда, да. Аллот, беги. Хрен его знает, что не в голове. Можешь ещё раз использовать своё прекрасное заклинание. Очень хорошее, кстати. Он снова с нами. Зелёный. Давай метцлу. Так, у меня там что есть? Всё, забываю уже. Мы так справляемся. Всё, метцла валяется. Имя у него, конечно, интересно. Так, это у нас, по-моему, тоже вещь хорошая. Создаёт врагов в области действия. Ведение, входит всё кошмар, называется слабость и ужас. Вот, ты мой-то, вот этими замёрзгутся. Слабость, ужас, пошло. Пошло. Ого. Слушайте, метцлу лечат, блин. Задние, задники лечат. Задники лечат. Сейчас, подожди, этих задников. Волшебников долбаных. Стоек. Будь любезен. Огненный дождь выпадает в область действий. Мне когда-то на себя огненный урон всем, кто находится в этой области. Всем, это и нами, и не нам, да? Давай вот так. Стоек, давай. Хорош. Хорош. Как он там? Слушайте, живая. Ну, живой я, или кто он там? Она, ну. Он. Еще и молнии прожарили. А метцла, слушайте, смотрите, держится еще. Ну, и молчебник должен лечить. Собака наша умерла. Давай проверим искрешение. Работает, нет? Собака, ты воскресла? Воскресла, все процент давления. Отлично. Добиваем этого парня. Есть, готово. Крепенькая, конечно. Крепенькая. Долго держалась. Так, алло. Давно, кстати, не выпадало тебе гримуаров. Может, что-то найдем ценное. И офигенски забытая слеза возлюбленного. Это с душой, что ли? Может, и прикрепление. Давай ко мне. Так, это просто хорошего качества. А это мешочек. А, это голова. Голова, просто плащ. Готово. Вернуться к Тилдору. Я здесь. Ну, все, три квеста мы выполнили. По-моему, это вся побочка, которая была вокруг арсенала. Конечно. А вы стопланы кровью к слякоти вокруг перевернутой повозки. Вы находите следы, ведущие обратно на юг по дорожке. Костер уже не лезет. Ух ты. А ты тут чего? Да, он слабый. Собьем его на всякий случай. А что ты делаешь? Блин, добивайся. Он не умер. А, я у меня что-то отключен на этот. И, и. А я думаю, блин, чего они не добивают? Это ж мы когда с драконом сражались, я ж его отключал. Точно. Бьют и останавливаются. Ох, ё, ещё один. Ох, ё, ещё и с жуками. Ещё и адровыми. Верень, адровыми, ледяными. Так, тут надо, надо что-то делать. Надо, надо что-то делать. Надо, надо усиливаться. Может, можем не взять. На жуков эта вся хрень не действует. Молня, хорошо. Так, давай сюда. Ой, хорошо, завалили. Ледяный, они в север. Сейчас мы усилимся. И наваляем усиленно. Жука справа, конечно. Жука слева. Жука слева, говорю. Хорош. Я здесь. Красавцы. Правда. Это тоже в арсенал Дургана, только с другой стороны. Ещё и спуск куда-то. Открыта сторожевая башня арсенала. 150 единиц опыта. А тут что? Мне бы как бы пойти по бочку сдать сначала. Было бы хорошо. То мало ли что. Как бухту непокорности сожгут. Вместе со всеми квестами. А потом что делать? Ну, она-то, наверное, уже восстановилась. Ну, не знаю. Я туда ещё не ходил. Свойство непобедимость. Мне нравится свойство этого талисмана. Интеллект плюс 2, пока выносливость выше 50%. Бонус. А, такой есть. Пока выносливость выше 50%. Хорошая вещь. У меня, по-моему, стойка такое было. Но я его потом поменял. Так, вот это. Забытая слеза возлюбленного. Очень хорошая вещь. Плюс 30. Ну, это посох. А посох... Боевой... Подожди, это что? Боевой цепь? А, это... Это не посох. Просто так выглядит, как посох. Это как это... Ну, в смысле, цепь. Даже не булава. А кто у нас работает? Это же дробящий, да? Да, дробящий. Правда, урон, конечно, смешной. Молитва против преда. Слушайте, они плохие качества у него. Подъявление печали. Ошеломляющий 100%. А, 10% используют заклинания. Ошеломляющий. Думал, 100%. Ничего себе, думаю. Плюс 30% легкие попадания становятся обычными. Хорошая вещь. Хорошая. Дробящий урон. Но... Кто будет им работать? Кто? Да никто. Никто. Эдера нет. Поэтому пусть пока тут будет. На дробящий, если что. У меня вот, кстати, хранится... А, воронье крыло на дробящий урон. Но тут... 19-27, а тут 11-16. Не знаю. И это все доброси. Занимает место. А это пусть пока полежит. Два меча возьми. Двуручных. Это ж меч этих бесконечных путей. Полиджини все никак не подарим. Надо было сюда заглянуть. Там мы, скорее всего, не пройдем. Кто-то у нас остался. Сагани. Ты чего? Обиделась. Ладно, давайте сделаем так. Сагани. Ты иди посмотри, что тут. А мы пока посмотрим, чего тут. Ладно, Лис Саганит бросил. Он с нами. Хозяйка там. Нет, ну это переход уже. Ладно, пошли к Сагани. Нам надо пойти сдать три квеста, потом уже заваливаться сюда. Сагани, чего там? Что там, не бьют хоть? Ладно, мы идем, а ты можешь пока посмотреть. Только аккуратно. Врата сто процентов закрыты. Чудесно. Эт караван вез полтона стали, не меньше. Казначей золоту, наконец, добился своего. Это ненадолго. Другие коменданты ему голову снесут. Если только друг друга, они взорвут. Я слышал, как Марун и Экзандру... Тише, меньше всего мне хочется попасть в Марун под раздачу. Ладно, тогда просто произнеси слова, у меня уже горлик пересохло, все. Лис появился. Внезапно. Да, мы сюда не войдем, поэтому... Нам постучать? Поэтому вот тут проход тайный и существует с той стороны. Через ту башню будем заходить. А вы идете, нет? Да. Для кого я послал? Я здесь. После диалога просто застопорились. Так, ну и тут тоже ничего особенного. Прибыль. А, прибыл проситель, вязы-близнецы и просят тысячи мп. Или предоставить сопровождение. Вы мне уже надоели, если честно. Откупиться, направить эскорт. Тысячи мп. Не знаю, что это мне дает. Престиж просто не роняет. А так эти просители, знаете, уже порядком надоели. Ладно, давай сюда. Несмотря на то, что ветра и лед выкололи длинные зазубренные трещины в стенах, двери кажутся твердыми и холодными, как поверхность ледника. Возле дверей с толпцами расположены позолоченные панели. На большинстве изображены сцены из повседневной жизни. Гномы пробивают стены туннелей, тянут вагонетки или пируют за длинными столами. Но одна панель на уровне глаз привлекает ваше внимание. Это рельеф с изображением зубчатой стены, над которой видна выемка в форме наковальни. Рассмотреть рельеф. Присмотревшись поближе, вы замечаете, что выемка в форме наковальни необычно тусклая и гладкая на вид. Словно только недавно была открыта на воздействие окружающей среды. Вы подозреваете, что до недавнего времени что-то могло ее заполнять. Ну давай, у меня есть, по-моему, что-то уже, да? Плитка в форме наковальни точно входит в выемку. Вставляю ее на место, вы чувствуете на кончиках пальцев тепло. Вы потеряли предмет плитка рельефа из арсенала. Пока ничего не делайте. Ну что, открылась, нет? Есть или открылась? На позолоченной панели изображена зубчатая стена. Смотреть рельеф. Это мы уже прочитали. Давайте толкнем, теперь должна открыться. Несмотря на то, что вы наваливаетесь всем совместным, дверь не двигается. Все, там, короче, обходить надо. Вот сюда. Через торжевую башню будем залезать. Вот сюда еще надо сходить посмотреть. Тут же мы можем пройти, я думаю, да. Давай сюда сходим, посмотрим всю карту. Арсенал, наверное, уже брать будем в отдельной серии. Сегодня у нас такая разминочная серия в новом году. Первая должна быть, по идее, на канале. Давай рассмотрим эту карту, чисто с вами. Сегодня прокачались, повысили уровни. Посмотрели некоторые предметы. Понятно, тут ты никак не пройдешь. Никак. Да нет, куда-то бегу. Куда вы внесетесь? А, есть как. Есть проход. Есть. Я думал, нету. А это что? Ящик пост, но сильно пахнет рыбой. Понятно. А тут вы чего от меня прячете? Стой. Что-то нашли. Черные страницы не нагвата. Чтобы это не было. Кстати, гримуар вспомнил. Который мы нашли, тут ничего. Нового нет, к сожалению. Ух ты. Это тоже гримуар. Это книга какая-то. Аллот. Да это же просто находка. Века. Еще и с ледяными заклинаниями, но они в этой местности нам мало помогут. Но все же. Это, кстати, и седьмого уровня. Так. Отражение магии. Создают поле тайной энергии вокруг заклинателя. В результате чего враждебные заклинания до пятого уровня отражаются назад. Берем. Шестьсот. Денег хватит. Ледяной столб не нагвата. Призывает огромную сосульку. Нанося ледяной урон. Он бесполезен здесь противникам. В области действия. Создавая круг гололеда, который может вызвать хромоту у противников. Но я куплю на будущие приключения. Годится. Так. Это у нас ледянящий якорь не нагвата. Тоже ледяной урон. Застревание. Становится якорем для испускания. Берем тоже. Пусть будет. Отлично. Еще пятьсот. Так все деньги уйдут. Еще три. Луч смерти. Не нагвата. Тот же эффект, что и цель для врагов. Более мощный вариант. Обычно заклинание. Луч огня. О, хорошая вещь. Это по четыреста заберут. Сдвиг измерений меняет местами заклинателя и выбранного союзника. Создавая между ними ударную волну, которая оглашает всех. Но это еще надо подгадать. И призрачный огонь. Любопытная вариация популярного огненного шара. Заклинание призрачный огонь наносит ледяной урон и парализует всех, кто попадает в его область. Ну как фаерболт, только ледяной айсболт. Хорошая книга. Очень ничего. Так, интеллект плюс 2, пока мы вышли с 5... А, вот такое же, только тут лучше. Смотрите, тут только плюс 2 и все. А тут у нас плюс 2 и еще плюс 25. Блин, это лучше. Это лучше. Хорош. Непобедимость. Интеллект плюс 2. Вот этому бы это еще дать. Но у него же решительность интеллект плюс... Не, у него и так плюс 2 постоянно. Это лучше, да. Все, оставим. Интеллект не нужен. Хорошая вещь. Я думал, у меня такой же. Нет, не такой же. Малеха не такой же. Вот, тут и выход есть, если что. Избуха какая-то. Первобытная земля. А, это вещь тоже для крафта важна. Приподняв угол брезента, вы видите мешанины ржавометалла и дров. Откуда? Ой. Уртал. Посреди дороги стоит мужик. Не опуская клинка, который лежит на его плечи. Он делает два шага вперед, чтобы поговорить. Вернее, говорить от лица, стоящий за его спиной группой. Я надеялся встретить еще одного разносчика от даров. Они всегда носят сюрпризы, а мы любим сюрпризы. Говоря мы, я имею в виду, конечно же, себя и его. Мужчина хлопает по мечу. И, короче, все быстро. Старайся с ней дергаться. Давай, поехали. Я понял, это бандиты. Это бандиты. Это бандиты, бандиты, бандиты. А у меня что, шестого уровня ни одно заклинание нет? Я, наверное, не выставил. Прежде всего, да. Ну, ладно. Давай сразу же бандиты сейчас мы нагреем. Ого! Ого! К нам идут. К нам идут. К нам идут сюда. Блин, стена, стена. Уходим, уходим сюда огня. Пипец. Или нас. Давай волшебникам. Давай волшебникам. Включение. Слушай, только. Нифига не видно. В волшебниках лодиомов. Годится. Ты где? Аллот, ты где? Куда видит Аллота? А, я вижу, его бьют. Так, у тебя ж есть вот это вот. Проколоть всех вокруг. А ну, давай. Подожди, че я все удалил? Шестой уровень обнулился у меня. Вот зараза. Или я что-то поменял. Не знаю. Так, это у меня. Коварное волшебное случаем. Возникает, когда он заканчивается 50% выносит. Если он сразу разбивает. Но всех врагов поблизости. Давай вот это. Если успеешь, конечно. Хорошо. Хорошо, хорошо. Ну, у тебя 50% что-то и не пахнет пока. Так, ребята. Вот тут вот есть бургал. Ну, давай наемник. Наемник мертв. Вот это, да. Что-то разомак какой-то, чертов. Проклятущий. Так, вот это. Мы его собьем сегодня, нет? Че это за хрен? Нормально. Нормально. Стой. Давай продолжай в том же духе. У нас все хорошо получается. Они нас даже ранить не могут. Даже Аллота жив еще. Отлично. У Аллота просто 50% и он всех сбил с ног. Сработало. Наемный волшебник. Ребята, ну поднажмем. Поднажали. И вот этого. Все, разбили. А, еще вот тау. Вот эти самые. Сейчас я его вложу. Ну? Банда серьезная. Аллот вон пострадал, малеха. Так, еще один гримуар есть. Пошли гримуары. Давно, кстати, не было. Давненько. Ух ты. Искупитель святовой идвы. Ну, конечно же, двуручный. Ну, какой же, еще меч давать. У нас их в десяток уже элитных. Блокнот разносчиков даров. Хоть не туда пошло. Ну, ладно. Какой же еще меч дать, да? Костер. Костер нам пока не нужен. В этот раз только на разведение. Костра мне понадобился целый час. Как далеко я продвинулся. Я прошел вчера дерьюню и подумал о том, чтобы там остановиться. Теплая кровать и хороший ужин были бы настоящим наслаждением после почти целой недели в этих горах. Но я не хочу потерять след моего духовного близнеца. Только не сейчас, когда я уже так близко. Ночью мне приснилась пещера за водопадом. Думаю, я найду его там. Я не знаю, что это еще может значить, но мне лучше. Следующей страницы дневника нет, остальные разобрать не получается. Так. Ночью мне приснилась пещера за водопадом. Каким еще водопадом? Да, потрепали нас хорошо. Подожди. Ого. Мы богаты. Некоторое время дорога еще идет вверх, а потом резко поворачивает вниз в ущелье. Понятно, выхода нет. Хижина к гальвину. Так она называется. Зайдем, зайдем, конечно же. Как же без нее? Тут аккуратно. Хватайте все, что есть. Хижина. На вид выглядит маленько. Здесь поболее. Изгой белого перехода. Гальвина живет в тени арсенала Дургана. Он может знать что-то полезное о крепости. Найти хижину гальвина возле арсенала Дургана. Денингильда посоветовал мне найти гальвину, эксцентричного кузнеца и анимансера, который живет на востоке от арсенала Дургана. Ульдрик считает, что гальвина может рассказать о крепости. Что-то полезное для меня. Я нашел хижину гальвина, а внутри ее не оказалось. Возможно, стоит поискать его где-то поблизости. Поблизости это в подвале. На карте показан пик горы с отметками высоты. Стой, 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 стой. Гальвина тот еще. Еще есть? Если что, мы скажем, это белки его обворовали. Мы тут ни при чем. Даже груши сперли. Кальвина мы идем. Нет, вот как храм. Наверное, мы через подземелье можем туда попасть. А что за башня тогда была? Живы? Вроде бы да. Это кто? Деформированный конструкт. Беги, стойк. Да? Мы с ними разберемся. Я? Нам сейчас, конечно, драться не очень так. Что на заклинаниях? Мы очень обнулились. Лео. А, я же в бою не могу посмотреть. Есть, как бы. Не уязвим. Не уязвим. Позорачивайтесь. А что у тебя на нулевые заклинания достали? У тебя что? Гримуара лота. Вот по два. Что-то выключил? Нет. Вот выставлено. Или ты ранен? Подожди. Да нет, раны нет. Да? А, почему? Потому что мы не отдыхали. Он же их использовал и все. Их больше... Блин, то вы что-то. Мы же не спали уже сколько. Сначала серии ни разу. Вот в чем фишка. А я думаю, подождите. На дне этого разбитого механизма образовалась железообразная... Желеобразная зеленая жижа. В этих ящиках хранится несчетное количество выброшенных металлических петель. Лицевых пластин и прочее. Прочее и прочее. Ух ты. Зелья бежала с самого взгляда. Первый раз такое вижу. Прежде 15% обычных попаданий становится критически на 60 секунд. Ох, против мощных ребят это очень хорошая вещь. Когда бьешь кого-то очень долго. Зелье железной кожи. Вот аккуратно. Сейчас будет ловуха. Не знаю, куда это ведет. Давай посмотрим в дверь. А что, такая карта огромная. Ого, картища. Тут подвал у него. Гальвинов и тут? Он не тут, но тут неуравновешенный конструкт. Офига себе рванул. Вот почему неуравновешенный. Смотрите, бахнул. Поллинии снес всем. А если бы были ранены, там конец бы настал. Список исследуемых. На этой бумаге небрежным почеком написан список каких-то особ, разделенных датами. Гаддандак, обзорные водопады, бандит. Меквинсдак, имприма. Какой-то контрабандист. Фоликсдак, убийца, хорошие волосы. Ретлинсдак, идиот, который пытался меня зарезать. Под списком есть приписка, сделанная другим почерком. Дивирус. Дьявол, просто пиши количество. Доходите. Изобретатель у нас какой-то. Конструкты создает. Конструкты с горящей плоти. И железные еще есть. Нормально. Нормально. Идем далее. Тягучая зеленая жидкость вытекает из трещины стеклянном резервуаре. От нее исходит резкий химический запах, который при вдыхании едва не вызывает боль. Еще пара конструкторов. Далеко не уходим. Давай, давай, давай. Вот это вот. Не наступите на ловушку. Отлично. Он кто-то идет. Внезапно, да? Убили? Убили. Соседней комнатой приперся. Так, еще пара дверей. Ну, тут ахижина, да? Нет, нет, нет. Это ловушка была. Фух. О, еще что-то красное. Вливание жизненной силы. Максимальная уносность плюс 50, плюс 50 на 45 секунд. Берегут. Что-то за тюрьма. Тут, наверное, эти сидят. Гальвин, это ты сломанный конструкт. Да вроде не он. Да, откройте вы дверь, ты уже. Ха, кошелек или жизнь, друг. Дребежащие голосы сходят из-за груди безголового механизма. Время от времени дребезжание внутренности сопровождает сноб искр. Прошу прощения. Мы немного заблудились, да? За проход по этой дороге берется плата. Пять сотен медью. Или у тебя появится пара новых дыр в голове. Дать ему 500 монет. Но ты конструкт. А что? Это какое-то ругательство? Я покажу тебе контраст. И все не заплатишь мне. Просто посмотри на себя. Ты неисправный механизм. Ты используешь очень необычное оскорбление, должно сказать. И все равно ты пожалеешь об этих словах. Я же не могу допустить, чтобы пошли слухи, что я стала бесхребетной, да? Конструкт внезапно кренится на бок, уперев руки в боки. Хм, это странно. Клянусь, у меня был мой нож. Я всегда очень хорошо управлялась ножами. В ее голове звучит паника. Где мои руки? Я не... Где? Что происходит? Внезапно раздается резкий металлический виски. Конструкт нетвердой походкой идет к вам, излучая яростный свет. Блин, мне не хочется убивать. А, она идет и взрывает. Понятно. Там что-то есть. Сапоги. Удержание, заклинание, луч боли, бонус защиты при выходе из боя. Понятно. Гальвина, ты где? У меня, кстати... Господин скоро помрет, если мы с вами не вздремнем. Вот прямо сейчас, мне кажется, надо вздремнуть. Еще один удар, и он просто умрет. Навсегда. Я потом сохранюсь и не замечу, что он умер. Давайте поспим. Так, на зверя вряд ли. На... На... А кто вот эти вот конструкты? Они кто вообще? А вы кто вообще, действительно? Энциклопедия бестиарии. Конструкт. 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 Носитель. Носитель. Можно ставить на носителя. Причем всем сразу. На носителя, на носителя. Все, привал. Никто там со мной поговорить не хочет? Никто. Заклинания уж восстановились, правильно? Да, есть все. Ничего себе подвалище у него. О-ой-ой-ой. Железный конструкт. У нас есть веселение. Вовремя мы поспали. Очень вовремя поступали. Так, давай, наверное, сделаем вот так вот. Быстрее. Отлично. Они срываются и... И бьют. На нас же эта стена не действует, правильно? Вот эта вот. Он больно дерзкий. И вот эта вот. Он взорваться, правда, может сейчас. Но не успел. Что тут происходит? Айреникус воскрес, что ли? Такая же лаборатория, да? Да. Ладно, сейчас будем разбираться, что тут вообще происходит. Какие-то панельные... Панели какие-то есть. Так, испытуемый Бейлсир. Она сама себе... Сама себя превзошла с этим экземпляром. Бейлсиром. Обычный грабитель с некоторыми врожденными сайферскими способностями, что скружило ему голову. Мне кажется, этот Бацо считает, что он следующий Антонио. В любом случае, миру будет лучше без него. Все же с ним я получил многообещающие результаты. Его разум практически полностью сохранился. Кажется, я даже смог определить, заслуживает ли внимание его заблуждение о духовных предках. Но я сделал глупую ошибку, оставив пистолет мужчины на своем рабочем столе. Его сущность привязана к оружию, а не к телу, которое я для него построил. Даже не имея тела, этот глупец доставляет мне неприятности. Я закрыл его в одном из резервуаров. Мне придется защитить устройство от экспериментов со свободным разгуливанием подопытного. Пока не придумаю решение. До тех пор, наверное, придется терпеть присутствие других во время работы. И главный фаттат, эта книга. Так, это пока не трогай. Сначала смотрим. Никакие устройства, никакие кнопки. Нет, не нажимаем. Как ты так успел? Как они бы так аккуратно вокруг ловушки стали? Даже не знаю. К металлическим пластинам шлема прикрепились клочки волос. Вы замечаете темные пятна на гранях кандалов. По проводам и пластинам этого механизма пробегают искры с каждой вспышкой, освещая внутренности устройства. Это куда? Это дверь. А это интересно то, что было. Ладно, давай посмотрим, что это за разговорный механизм. Вы слышите слабый тонкий голос, который напевает что-то без мотива. Интересно. А это тогда что? Вы слышите серый щелчков откуда-то из-за угла. А, там что-то лежит. А, это рычаг. Его не видно практически. Ё-моё, Бей Леер тот самый, про которого мы читали. Этот рычаг можно и не заметить. А где я? А меня зажали. Выпусти меня, блин. Я свободен. Нет, ты не фри. Ты не фри. Сейчас ты будешь просто картошка-фри, да? Я буду съедать твоё сердце, старый человек. А это кто? Кащи, одного давай добьём. Так, у нас трупы. У нас трупы. Он оказался крепче, чем мы ожидали. Но не настолько. Что бы это значило? Решающий удар. Тот самый пистолет, да? Двуручная. Ого, урон. Ладно, потом посмотрим. Так, минуточка. А что, как и где, что дальше-то? Может, ещё раз нажмём? А, ещё раз нельзя нажать. А сюда? И сюда нельзя. Тут больше нет ничего. То, если не увеличивай, то этот рычаг можно было в год искать. Короче, не знаю. Здесь мы ничего не сделали такого. Ничего не открылось. Там справа, возможно, есть. Давайте сходим в начало. Там был поворот. Что-то там, где-то там. Да, блин, остановитесь вы уже. Столовушек уже поймали. Сейчас рванёт же. Не успел. Живы? Кажется, да. Ох, ё, ещё одна ловушка. Блин, туда не ходите. Туда ходите. Давай. Давай. Нас уже не убьют, это точно. Переключайтесь. А кто это большой такой? Там струбивающий плод. Не кленав себе. Так, нам нужна помощь. Давай вот эту обращаем. Кажется. Половиную линию сносим. Молодцы, чёрт. Чё тут сказать-то? Небольшой всё ленится. Так, с железным разберёмся. На криканье. Годится. Он аж упал от твоего крика. Вот этого. Сюда не несёмся. Там куча ловушек. Предупреждаю. Ловушку. Отлично. Ещё должна быть. Я думаю, не одна. Всё, вальнули. Вальнули и делали всех. Это громоздкое приспособление гудит от заключённой в нём силы. Приблизившись к нему на расстоянии нескольких футов, вы чувствуете зубами характерное жужжение. Угу. Тут аккуратно в центре ловушка, наверное, да? Нет? Стоюк. Да. Деньги. Бутылки. Вот тоже будут ловушки. Подожди, в эту дверь посмотрим. Вот это подвальчик у чувака. Лаборатория. Мастерская. Я первый. Да пусть идут. Да пусть идут. Да пусть, 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 пусть. Давай. Пусть, 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 пусть. Давай, давай. Тут реально немножко дурон какой-то. Тем более, сейчас. А уж мы постараемся, да. Сколько тут валяющийся тел? Я нашел руку. Заметки об экспериментах. Выброшенная записка содержит такой текст. Модичо. Три недели тяжелой работы. Псу под хвост. А с ними с полностью подвижный корпус туда же. Это сырье еще менее стабильное, чем я ожидал. А стоит совсем немало. Попробую более медленный процесс. Ак. Больше электричества, возможно. У нижнего края страницы добавлено примечание. Слишком много электричества. Понадобятся новые испытуемые. Чувак разошелся. Не на шутку. Какая-то кость. Я думал, рычаг. Голова этого манекена практически полностью испепелена каким-то неизвестным заклинанием. Дерево пока рубилось и покрылось ямками. Кольцо, наложение чар. Под одно и то же кольцо выпадает всю игру. Я здесь. Все. Кабинет типа. Так, я пошел. Ну, кухня. Ключ от мастерской. А что там? Я что-то не открыл. Заметки в экспериментах. Это спешно сделанная записка, запачканная каплями чернил. Я отказываюсь дальше тратить свое время на этих стеганых уродов. После всех усилий, которые тратятся на то, чтобы вселить в гниющий труп хотя бы малейшую искру жизни, еще в три раза больше нужно на починку. Они буквально распадаются по швам. Один из их вид в коридорах вызывает у меня отращение. У них не осталось ничего от живости, мысленной способности и координации оригинала. Только бессознательное послушание. Плость слишком слабо держится за сущность, это очевидно. Неудивительно, что эти придурки в Брэкенбуре хотели продать несчастных так дешево. Модичо, ну и вонь. К блюду на тарелке даже не притронулись. Оно стало заманчивой пищей для мух. О, костер не помешает, один мы потратили. Что мы не открыли в мастерской? Тут точно ничего нет ни ричага, ни никакого. Ладно, все тогда. Здесь тоже все. Мастерская здесь. А, вот проход, вот это же мы про корни открыли. А, я сюда вообще не пошел. Да. А вот эта дверь, я не знаю, что за дверь. А, она открылась что ли? Нет, не открылась, закрыт. Ладно, пошли. В любом случае, себе пришлось бы идти за ключом. Мы уже всех конструктов отсюда вынесли. Разобрали их на запчасти. А гальвина, как не было, так и нет этого итальянца. Вот проход еще. А, это не проход. Да, тут надо было еще увидеть замочную скважину. И там, кстати, тоже, наверное. Ну да. Вот теперь это проход. А там тоже может быть. Хотя я там бегал. Такие мелкие детали. Слабо подсвеченные. О, и если я find something good, you can have half. Целый ковер заминировали, сволочи. Ловушка обезврежена. На столе беспорядочность и куча рассыпанных суставов механических пальцев. Немного денег. Немного денег и отмычка. И какой-то сундук. Отмычки, деньги, 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 отмычки. Вот тут точно заминировано. На ящиках установлены замки, сложность которых увеличивается сверху до низу. Рядом лежат несколько сломанных отмычек. Плащик. Умирающий вепрь. Выносливость плюс 5, пока выносливость ниже 33%. Единиц раз 3 секунды. Воля плюс 12, пока выносливость ниже. Угу. Так, ничего. Люди. Зачем же мне... И что, где мегальвина искать? Там дверь, конечно, есть, но я только не понял, что в этой лаборатории надо делать. А вот еще что-то лежит. Эх, да не то. Да, тело. Помигать надо. Может, какую-то деталь увидим. Ну и как вот это открыть дело? А, вот, блин. Ее тоже не видно. Смотрите. Она подсвечивается, только уголок. И все. Это ж не дело. Кнопочка маленькая. Отсюда... А вот с такой высоты ты вообще нифига не увидишь. Ладно. Конструкт, который взрывается, я сразу говорю. Опасная вещь. Ну, блин, их тут много. Их тут много. Сейчас рванет. Не успел. Неравновешенно добивайте. Рванет может рвануть. А это полу-линии сразу. Особенно неподготовленным. Стой! Да я-то выдержу. Я-то выдержу. Лень загружаться. Это, конечно, опыт. Мы за убийство конструктора сейчас ничего не получаем, потому что мы их еще не изучили. Поэтому просто так ходим. А ловушки на все наступаем. Какие только есть. Блин, где это мы? Ну, у тебя и погреб. Двою ж за ногу. Давай загрузимся. Я задолбался уже. Появляется прямо под ногами. Стойк, ты можешь сразу определять? У тебя же уже механика зашкаливает просто. Уже под 12. Ты должен зайти в комнату и сразу за километр все показать. Просто вот так вот на каждой ловушке загружаться-то не дело. Еще тут загрузки нелегонькие. Времена-то в 2015 году были. Видите, какие загрузочные. По 20 секунд. Ну, давай, стойк. Ну, вот здесь же ж. Его, конечно, если бы первого запустить, он бы быстрее бы видел это все. Первого опасно его запускать. Может нарваться. Ладно, вот тут точно что-то есть. Аккуратно установимся. Ну, давай назад сдадим. Я здесь. Я здесь. Поехали. Нет, он один. Я думал, тут толпа будет, поэтому решил отступить, малех. Записка. Скомканная заметка об экспериментах. Этот скомканный клочок пергамента был засунут в лицевую пластину конструкта. Мои попытки наделить это создание разумом в соответствующем хотя бы уровню ребенка провалились. Большинство не может держать пера. Не говоря уже о том, чтобы излагать свои мысли на бумаге, я считаю, какое-то время, чтобы у испытуемого номер 63 случился прорыв в ходе занятий, но обнаружил, что он просто повторял мои слова, не понимая их. Они не блистали умом и тогда, когда находились в своих первоначальных телах. Возможно, их сущностей не хватает в рожденной способности к обучению. Я попробовал их в более простых задачах, но и тут они не справляются из-за отсутствия настоящего сознания. Дьявола, конечно, забавляет их дразнить. Это как хватать, что победил... Ну и текст. Дьявола, конечно, забавляет их дразнить. Это как хвастать, что победил детей в драке. Если бы только у меня были мои прежние устройства. Какого еще дьявола, интересно, дразнить и вообще про что он говорит? Ё-моё, ну и погреб у тебя. Смотрите. Жесть. Полноценная мега-карта. Я думал, тут маленький погребок. Зайдем и спросим у Голливана, как войти. Дергай. Это короткий путь у нас теперь есть. Ура! Ну зачем он нам нужен? Вот теперь у меня ключ от мастерской. Я его добыл. И мастерская. Надо было налево сначала сходить. Что-то мне подсказывать должен был сходить. Вон, нашли мы этого типца. Пожилой мужчина сутулился над загроможденными столом в задней части мастерской. Текст вообще не вычитывали. Его плоть туго натянута на тонкие, хрупкая вида кости, за исключением шеи, где кожа свисает петушиной бородкой. Он поворачивается при вашем появлении, на его морщинистом лице уже видна недовольная гримаса. Снова ты, я же сказал. Он запинается, рассматривая вас сквозь запачканные пыльные очки. Конечно, новый глупец на замену предыдущим. Зачем ты вломился в мою мастерскую? Он растягивает слова, внимательно вас осматривая, на его лице появляется ухмылка. У меня есть вопрос про арсенал Дургана и Белую Кузню. Сразу к делу, без пустых разговоров. Мы это ценим, не так ли? Он оборачивается через плечо к бронзовому голему. Что угодно, лишь бы отдохнуть от твоей бесконечной болтовни. Голос огулка доносится из голема. Ага, это мне уже по нраву. Он хрипло смеется. Слышал этого, Аймора? Еще один, кто может терпеть твои колкости и оскорбления. И все же? Он снова поворачивается к вам, но ты пришел в поиск Абилы Кузни, как и все остальные. Мальчишки с гладкими щеками и дикими мечтами. Девочки с яркими лентами, привязанные к их нужным. Он говорит на распе, поднимая, опуская голос на смешке. На смешке старики и старухи, жаждущие в последний раз ощутить орел славы, прежде чем они испустят дух и вернутся в колесо. Звучит знакомо. Он с жесткой улыбкой смотрит на вас. Уголок его глаза подергивается. Я так понимаю, что ты и раньше все это говорил? Этот разговор у меня происходит с каждым тупоголовым головорезом, которого они эти пастенагу из Сталварта посылают сюда. «Иди, Гальвина», — говорят они. «Он точно тебе поможет». Должно быть, они осознали своими слабыми умами, насколько занятая и важная ты особо. «Наступает тишина, и кажется, что температура в воздухе упала. Гальвина сердито смотрит на нее. Нужно было дать им забросать тебя камнями. Это положило бы конец твоей болтовне навсегда. Сладкие кожи, висящие у нее на шее, дрожат. Тогда компания тебе могли бы составить только те отмороженные выродки». «Не отвлекайся, пожалуйста. Ульдрик сказал, что ты сможешь мне помочь». «Ах, единственный из всех, кто достаточно молод, чтобы мозги еще не прогнили. А учитывая, что его мать теперь руководит поселком, то кто я такой, чтобы спорить?» Он смеется сардоническим смехом. Жители деревни и их приключенцы долбят и пытаются взломать двери арсенала, словно берут штурмом крепость какого-то дряхлого лорда. Он машет кулаком в воздухе перед собой. Но эти камни заложили один из лучших строителей, как та-либо существовавших, адепты Абидона в самом истинном смысле. Они не обрушатся по чьей-либо прихоти, а сама дверь, она насыщена живой сущностью. Он поднимает руки перед собой, широко раскрыв глаза от восторга. Ну и как попасть в крепость? Для этого нужно знать секреты гномов. Паргрунов, конечно. Он стучит пальцем по лысеющей голове. Паргруны арсенала Дургана исчезли вместе со своей крепостью. Жертвы жестокого разногласия между их собственными комендантами. Его рот изгибается в злую хмылку. Уверен, ты наслушался в деревне истории? Нет. Исчезающие караваны, следы в снегу, крики с высоких башен. Он делает паузу, изучая ваше выражение с ликованием рассказчика. Работа духов, оставшихся в арсенале, и доказательство того, что эти стены непроходимы. Он стучит по скрепленным растворам камням своего дома. Но дверь крепости та, которую погруны заполонили сущностью. Она сделана, чтобы слушать, узнавать своих хозяев. А значит, нужно, чтобы дверь узнала меня? В традиционных культурах антапов ключевую роль играл язык. Слова раскрывали их суть и происхождение. Поэтому тебе нужен контек. Он вздымает и вверх подергивающийся палец. Что такое контек? Некоторые сравнивают его со стихотворением, другие с гимном. На самом деле это больше, чем то и другое. Он вытягивает руку, словно балансируя что-то на ней. Контек — заявление о намерениях, удостоверение о принадлежности для каждой крепости. Если он свой, ха, запрет дверь на ключ из слов, и любой лже сможет ее открыть. Ничего из того, что сделано из слов, не выдержит малейшего давления. Соответственно, чтобы попасть в такую крепость, как Арсенал Дургана, нужно встать у ворот и прочитать слух ее контек. Отлично, и где мне найти этот контек? Чтобы выучить контек, тебе нужно поговорить с одним из гномов Арсенала Дургана. Как жаль, что все они мертвые, да? Он расхаживает по комнате, потирай руки. Но я уверен, что их души живут в паре жителей Сталварда. Как изысканное вино, налитая в дешевую посуду, он изгибает губы в насмешке. Он задирает указательный палец в потолку, но чтобы попознать их, это первая проблема. Тебе понадобятся навыки анимансера. Я хранитель. Голем резко поворачивает свою голову к вам. Ее маска лица и стеклянные глаза не передают никаких эмоций по... Но похоже, что она внимательно на вас смотрит. Хранитель? Диверус? Если это правда, то ты, безусловно, сможешь найти наследника души из Арсенала Дургана. Но остается задача посложнее. Гальвина трет свои впалые щеки, заросшие бакенбардами. Тебе нужно узнать контеку спящей души, а для этого тебе придется ее пробудить. Пробудить и как мне это сделать? Пробуждение — это просто приход спящей души в сознание. Он резко расправляет пальцы рук, изображая подобие взрыва. Обычно такое происходит тогда, когда что-то напоминает личности о прошлой жизни. И часто в очень жестоких обстоятельствах. Он бьет ладони по своему верстаку с удивительной энергичностью. А вот сдрагивает. Таким образом, чтобы пробудить одного из бывших вновь Арсенала Дургана, тебе нужно будет обратиться к этой душе. Лучше всего по имени. Он складывает руки ладонями друг к другу, словно молитвы. Но это нужно делать с осторожностью. Когда будешь изучать эти души, или что вы там делаете, Хранители, тебе могут являться образы воспоминаний. Он наклонился вперед, с горбью в спину. Эти мгновения особенно важны. То, что ты там увидишь, многое расскажет о той душе. И, возможно, о том состоянии, в котором она пробудится. Он поднимает свои седые брови и отклоняет голову назад. Пробуди душу от травмирующего воспоминания. И, кто знает, может, они пробудятся с жаждой крови. А, может быть, ты пробудишь кого-то другого. Он снова фыркает от смеха. Шет, не делай этого. Приговорить еще одного к судьбе Мервальда. Он качает головой. Вот, я настроил его на эпоху Арсенала Дургана. Используй его возле жителей поселка, и сможешь определить тех, чья душа по возрасту соответствует времени Арсенала. После непродолжительных поисков он извлекает незнакомый прибор. Вы получили предмет усилитель резонанса Галливина, добавленный в рюкзак. Значит, мне достаточно контек. Как знать, Арсенал Дургана еще никто открыть не смог. Галливина поднимает руки ладонями вверх. Но мне кажется, что те, кто были здесь до тебя, подошли к этому достаточно близко. Возможно, тебе стоит найти их и узнать, что они обнаружили. И где они могут быть? Я не видел их с тех пор, как они пришли ко мне несколько недель назад, но до меня дошли слухи, что они столкнулись с Матроной Огров. Его рот изгибается в кривой улыбке. Но это пробуждение будет необратимым, верно? О, да. Тот, кого ты пробудешь, будет жить с воспоминаниями, личностью из прошлой жизни. Мирно или нет, неизвестно. Он задумчиво пожимает кослявыми плечами. Поэтому ты должен внимательно изучить душу, которую будешь пробуждать. Нет. У этого мужика большая любовь к недомолвкам. Это огромное измерение в жизни пробужденного, но ведь именно они хотят вновь открыть белую кузню в вирус. Он снимает очки и полирует грязные линзы краем своей туники. Понятно, спасибо за помощь. У тебя впереди много работы. Как и у меня. Он кивает и отворачивается к столу. Я пойду с ним. Голем переводит взгляд от вас. Гальвина поворачивает голову на смазанном шарнире. Ты пойдешь в Сталвард? Это у тебя такое мрачное чувство юмора или что-то? Заржавело в этой прекрасной голове, которую я смастерил? Гальвина смотрит на нее, открыв рот от удивления. Никто меня не тронет, пока я с ним. А я могу помочь ему найти, кого нужно в Сталварде. Отполированное лицо Голема пугающе бесстрастно. Ты не была в Сталварде 13 лет, а этот хранитель видит души. Чем ты сможешь помочь? Кроме того, ты мне нужна здесь. Ты обязана тем, что осталось от твоей порочной жизни мне. Он недовольно кривит губы и бьет по груди согнутым пальцем. Голем молчит, но в ней тлеет сущность. От нее переливаешься волнами, исходит неприязнь. Она поворачивает голову, чтобы посмотреть на вас. Расскажи, какая у вас с ней история? Гальвина смеется, кашляя, хрипя. Это очаровательный образец для испытаний и осужденная преступница. Ее называют дьяволами Скорока. Как хорошо с твоей стороны начать с моих положительных качеств, а ты удивляешься, что у нас мало посетителей. Больше дюжины убила, прежде чем ее поймали в Сталварте. Отличный спутник для одиноких лагерей и горных переходов, а? Он подталкивает вас локтем с флутовской усмешкой, смотря на неподвижного голема. Эй, я умею разводить костер. Единственная причина, по которой она не стала мерзлым трупом, это то, что я убедил старого мэра разрешить мне провести эксперимент. По его лицу пробегает тень. Ты заключил чудо душ в металлическое тело? Он отклоняется назад, поднимая руки. Произведение искусства. Смотри на это, мастерство достойно ювелира. Он проводит пальцем по орнаменту на челюсти голема. Полностью неподвижный сустав и на шарнирах может взять ручку и написать собственное имя. Он берет ее руку и аккуратно сгибает ее заостренный пальцем. И сломать тебе шею, она дергивает руку. Покажи мне хоть одного кузнеца в дирвуде, который может изготовить изделие с такой аккуратностью и точностью. Она шедевр. Галевина отходит назад и внимательно разглядывает ее. Зачем ты ее создал? А затем, зачем строить крепость или деревню, или вообще что-то, чтобы держать в этом что-то? В его горле дребезжит вздох от вращения. Это было ранние дни наследия. Мои коллеги по анимансии заполняли посторожденных душами животных. Он делает паузу, почувствовав подбородок. Ты прав. По сравнению с таким, это совершенно нормально. Он закатывает глаза. Думал, будет способ получше. Он молчит несколько секунд, и его взгляд становится задумчивым. Тот, который связан с прибыльной академической работой в Силоне? Не забывай про это. Он бросает на нее сердитый прищуренный взгляд. Значит, это один из тех споров насчет того, кто должен чистить копья, когда за правду дело не в копьях. Почему ее зовут дьявола, а мисс Корока? Она совершила свое первое преступление в деревне под названием Корок. Сожгла семью заживо в их доме. Он пожимает плечами. Сделала то же самое еще в полдюжине деревень. Но имя прилипло. Насколько я понимаю, твой эксперимент не очень хорошо приняли остальные жители деревни. Ну вот начинается. Она со скрежетом закатывает глаза на металлических глазницах. Они все равно забили бы ее камнями. Почему бы не дать ей послужить какой-нибудь полезной вещи или цели? Он приподнимает верхнюю губу, обнажая желтые зубы. Мечта моей жизни — служить чьей-то полезной цели. Я пошел к мэру Синохеду и стал его умолять. Он увидел потенциал и разрешил мне попытаться провести мой маленький эксперимент. Он насмехается над этими словами и связанными с ним унижением. Его плечи опущены, зубы обнажены. А затем я совершил то, о чем почти никто из анимансеров и не мечтал. Без поддержки Академии, без мецената, один я. В полной глухомане. Он тычет пальцем во впалую грудь. Ну вот, теперь он завелся. Я перенес душу из живого пациента в искусственное тело, совершенно ее не повредив. Она сохранила свою личность, воспоминания полностью. Он хватает воздух жилистой рукой. Но в деревне обратили внимание только на украденный труп. Он поднимает руки вверх. Ты не боишься, что она тебя убьет? Галевина пожимает плечами. Может, она и безумная, но не глупая. Она не протянет долго без меня. Если бы жители деревни не отправили отряд на ее поимку, то стихии природы со временем ее бы уничтожили. Ее шарниры и механизмы требуют ухода. И она не может его выполнить полностью самостоятельно. Видишь, он мне напоминает на случай, если у меня появятся какие-то блестящие идеи. Это все, что я хотел знать. Она достойный образец моей работы, несмотря на ее личность. Он делает кругообразное движение рукой. Коля молчит, но в ней тлеет сущность. От нее, переливающимися волнами, исходит неприязнь. Она поворачивает голову, чтобы посмотреть на вас. Я бы хотел, чтобы она путешествовала со мной. Кве? Нет, нет, ты не знаешь, о чем просишь. Он качает голову и размахивает руками. Эта женщина дьявол из корока, была известной убийцей, сжигала народ заживо по всему региону. Кроме того, она работает на меня. Как-никак, я же ее сохранил. Он выправляет спины и оценивающий, сматривает вас с ног до головы. Я тебе заплачу. А зачем она нам? Не знаю. У нас мест нет вообще-то. Она ценный помощник. Я потратил много сил, чтобы ее создать. Мне нужна плата за ее услуги. Я уверен, ты понимаешь. На 700 монет. Она поворачивается к Галевине. Хорошая цена за подмастерье кузнеца. Я типа польщена. Да, ну мы не раскрыли сущность еще вот этого и вот этого. Героев мы собираем быстрее, чем движемся по сюжету. Я не знаю, где раскроются личности этих двух. Ну ладно, кто нам менее важен. Мужик из бочки? Какой у тебя личный квест? Я не помню. Это ищет храм. А ты ищешь, я не знаю. Ладно, посидишь пока здесь. Потом я тебя найду. Или мне с тобой поговорить надо. Ну с ней мы квест развяжем. Я думаю, попрощаемся с этим дьяволом из корока. А храм? Давай сначала возьмем это. Давай, наверное, вот так сделаем. Давай сделаем вот так. Пусть она посидит манеха вместе с мечами. Потом ее заберем, если что. Хорошо договорились. Он смотрит на вас сардонической ухмылкой. Минутку. Ты же возвращаешься в Старвал, да? Можешь оказать мне услугу? Расскажи, что нужно. Он сплетает пальцы. В деревне живет мужик по имени Гринде. Главный рыболов. Все в Сталварте целуют ему ноги, потому что он наполняет их вонючие тарелки окунями. Окунями. Но я знаю, что он не такой благородный, как кажется. Его лицо морщится в злобное ликование. Что именно мне с ним нужно сделать? Похоже, ты хорошо знаешь, Гринде. Меня изгнали из деревни из-за того этого лицемера, сующего сюда свой нос. Он настроил всех против меня. Теперь я хочу, чтобы он ощутил на себе презрение этих безмозглых имбецилов. Что мне нужно сделать? Унизить его, конечно. Показать соседям его истинной сущности. Оставить его жить с этим позором. Он дрожащей рукой указывает направление деревни. Он всегда употреблял волнистую губку. Просто научился хорошо это скрывать. Когда его праведная сестра умерла, и должность главного на рыбной ферме перешла ему. Но он хранит заначку на рыбной ферме. Пробирается туда ночью, когда все уходят домой, и через несколько часов выходят заторможенными и с красными глазами. Я хочу, чтобы ты вывел его на чистую воду. Заберись в рыбную ферму после заката. Когда она пустеет, найди его волнистую губку и покажи ее Ренингильде. Понятно. Он поднимает руку. Не отвечай сейчас. Но когда вернешься в эту гнойную дыру и почувствуешь вон рыбу в воздухе, подумай о моих словах. Кроме того, ты же любишь хорошие шутки, не так ли? Диверус, эта шутка будет отличной. Но приходи на рыбацкую ферму ночью, когда она пустая. Они тебя доставят кучу неприятностей, если поймают тебя на воровстве. У меня есть вопросы о дьяволе из Корока. Как и у самих богов. Он поднимает взгляд к потолку и разводит руками. Давай не будь, давай что-то другое. Расскажи мне еще раз, как можно пробудить кого-то. Ты же хранитель, значит, знаешь лучше остальных, Диверус. Тебе нужно найти наследника души одного из нового Парсенала Дургана, поговорить с жителем деревни за гниговых души или что ты там делаешь, он смахивает рукой. Когда найдешь такого, напомни спящей душе ее старое имя. Пробуди ее таким образом и она сможет научить тебя к Антеку. Я хотел бы узнать больше о членах экспедиции, которые недавно к тебе приходили. Я тоже, но рассказать про них практически нечего. Они не назывались. Он дергает себя за Бакенбарды. Но кажется, они знали больше о Парсенале, чем другие. Что необычно, поскольку они не были похожи на обычных приключенцев. Он поднимает свои белоснежные брови. Их руки были гладкими и покрыты чернилами, не шрамами. И они шли налегке. Это весьма странно. Он потирает подбородок. Действительно необычно, что они искали. Сам Ваэль не смог бы это сказать. А мне некогда заниматься делами незнакомцев. Что это за конструкты, которые я видел в твоей мастерской? Которых я сломал. Другие проекты, они тебя не касаются. Он делает взмах рукой и быстро отворачивается. Жители поселка тебе не доверяют. Это как-то связано с этими конструктами? Он яростно что-то бубнит себе под нос, поднимая руки к потолку. Я уже годами пытаюсь создать что-то похожее на дьявол из корока, но эти пастенаго встал в арте, разбили мои механизмы. Его обислая кожа дрожит от ярости. Теперь я могу создавать только эти неполноценные безмолвые вещи. Дьявол остается моим самым идеальным творением. Он кривит губы, будто попробовав что-то кислое. Погоди, а где ты взял души, чтобы создавать этих големов? Контрабандисты, роботторговцы, беглецы и всякое требие, которое бывает в этих краях, их пропажа обычно остается незамеченной, а мой маленький дьявол получает возможность чем-то заняться. Зачем тебе другие големы? Могу я представить об академиях дьявола из корока? Психопатку или убийцу? Нет. Мне нужно представить республикам что-то успешное. Он потирает руки, хмурясь. Я передумал что-нибудь еще. До свидания. Арсенал Дургана. Короче, понятно. Теперь будем искать по столварту всех, кто подходит под описание. Присматривать за дьяволом из корока? Да, присматриваю. Ну, это брать, наверное, не стоит, мне кажется. Расскание рыбака. Кстати, квест про рыбака вот наконец-то всплыл. Похоже, это грубая зарисовка гор окружающих арсенал Дургана. Понятно. Ну вот, у нас теперь есть голем. Что с ним делать? Здоровья? Не очень, чтобы очень. А что ты вообще будешь делать? Копье. Кстати, один из немногих. А кого есть копье? У нас копья вообще никто не носит. А у меня есть хорошие легендарные копья. Можно будет ей вручить. Мне их продолжать убивать? Он знает, что у него больше ни одного не осталось. А через пять минут вообще ни одного. Даже в мастерской разобранного, которую он закрыл. Ох, блин, взорвался. Вот это взрыв, конечно. Все. Прикольно. Давай, чувака, и все, и конец. Все, добили. Добили. Это что выпало? Рапира отличного качества. Понятно. И тут что-то. Ай-я-я. Степ. Лайк. Что-то есть. А, отличного качества. Еще тупик тут. О, ключ от чего это? От камеры. А, ту, которую мы взломали. Можно было, конечно, того и не взрывать, и не злить. Вот, который в камере сидел. Можно было, наверное, его дать денег бы 500. Я бы, наверное, успокоился. А там не знаем. Так, ладно. Дьявол из корока. А что мне с тобой вообще делать? Ну, у нее вот есть безрассудное нападение. Ладно, давай дадим. Все равно у меня никто копье в жизни в руки не возьмет. У меня все остальные персонажи не заточены под копья. Вот это копье нет. Нет. Вот это копье. Клеймо корока. Слышишь? Дьявол из корока. Клеймо корока. Нормально, Анна, бери. Сейчас сравним. Еще было, по-моему, посох, стоек. Это посох. Стилет, пистолет. Еще что-то было. Что и все? Ну, только... А вот еще зеленое. Копье одноручное? Дворучное должно быть. Зачем нам одноручное копье? Это бесполезно. Так тут особо много чего и нет. Я думал, у нее копье куча. Всего два. И одно одноручное. Это, по-моему, из старта игры. Корока. Клеймо корока для дьявола из корока. Неплохо, да? Корок был айдирским вельможей, который жил в Рессерасе и имел в своем распоряжении 600 акрополей в Орласа. Он считал себя очень набожным. Его соседи в крестьяне-арендаторе знали, что он предан в Айдике всем сердцем. Он трудился вместе со своими фермерами и тщательно записывал показатели производства и продаж. Вместе с тем он был известен своим беспощадным нравом и безжалостным отношением к нерадимым работникам. Корок носил с собой хлыст и яростно избивал любого, кто бездельничал или работал недостаточно усердно. При этом он был любимцем правителя, поэтому на его обещинство закрывали глаза. Однажды Вайдвин подошел к Короку в тот момент, когда тот особо свирепо избивал одного работника. Вайдвин, недавно встретившийся с Сеота, сам потребовал, чтобы Корок отпустил свою жертву. Когда вельможа отказался, Вайдвин спросил, чем этот фермер заслужил такое отношение. Он пренебрегает своими обязанностями на поле, ответил Корок. С каждым днем он собирается меньше, но все равно пользуется покровительством моего имения. Что удивительно в том, что из-за твоего жестокого обращения он потерял возможность исполнять свои обязанности. Дай ему неделю отдыха. Он вернется на службу с новыми силами, произнес Вайдвин. Корок насмешливо ухмыльнулся. Ты хочешь вознаградить его за леность? Я имею право и обязан наказывать его за ошибки. Кто дал тебе такую власть над этим человеком? Спросил Вайдвин. Вайди-ка так, кто скрепляет клятвы. Она поставила меня хозяином и господином над фермером, и я исполняю ее приказ, когда его наказываю. Но Вайдвин упорствовал. Разве не тихая зима рождает благодатную весну? По милости Отоса мы наслаждаемся возрождением каждой новой жизни и восстановлением сил каждое утро. Именно сезоны Отоса благословляют твои поля. Говорю тебе еще раз, отпусти этого мужика. Разъяренный Корок повернулся к Вайдвину, поднял хлыст для удара, но рукоятка внезапно раскалилась прямо в его руке. Он скрикнул от боли, и тут хлыст вспыхнул. В вырвавшееся пламя мгновенно его ослепило, оставив на лице шрамы, похожие на рубцы опаленной королевы. Корок бросил дымящийся хлыст и убежал, чтобы рассказать правителю об этой встрече. Ладно, в любом случае, у нас одно такое копье. Это лучше, чем хорошего качества, двуручное. И все остальное, что у нас есть, можем тебе тоже выдать. Хоть ты и с нами ненадолго, но мы всем дарим что-нибудь. Даже сапоги свободные. Эхострадания хочешь? Это бывает редко, но они у нас есть. А еще есть вот. Сбивание с ног один раз за бой. Хочешь? Есть перчатуры неплохие. А, сила плюс два, смотри. Это крутая вещь. Держи, все равно никто не носит. Так, пояс у меня два, по-моему, должно было быть. А, вот это же дает интеллект плюс два, но он тебе, наверное, вряд ли нужен. Да, давай, наверное, лучше тебе дадим. А это что за перчатки? Святая медитация, защита от заклинаний. Вот это. Сбивание с ног один раз за бой. Пару колец сейчас тебе выпишем. Подавление печали, это фигня, плюс пять. Вот это тебе и бонус ку разъедающего типа, неразъедающего типа. На тебе тоже два. Есть еще плащик, умирающий вепрь. Бонус раз пять, это не годится, но другой какой-то. Вот еще бонус защиты от заклинаний. Плюс десять. На нашею. И на голову, даже не знаю, что тебе выдать на голову. А на голову как раз у меня это и нет. Вот только вот этот шлем. Хочешь восприятие минус один, зато защита от яда, а так дыхание дракон. На тебе. Все равно ты у нас странная. Теперь будешь еще более странной. Кто-то же должен это носить, правильно? Правильно. Ну все, выдали все, что было. Пользуйся. И не благодари. Так, готово. Будешь у нас в шкафандре ходить. Давай с ним пообщаемся, попробуем, по крайней мере. Подожди. Подожди, подожди, вот так вот. Так, она старапающим звуком поворачивает черные камешки глаз в вашу сторону. Галевина сказал, что ты убила несколько человек, прежде чем он перенес твою душу. Глаза чучело, а он любил болтать. Она закатывает глаза. Скажи мне, почему ты убивала? Если тебе нужно разумное и логическое объяснение, то тебя ждет разочарование. В этом всем никакого смысла нет. Я слышал часть твоей истории от других, а хотел бы услышать ее от тебя целиком. Мягкий шипящий звук исходит из бронзового голема. Вы понимаете, что это вздох. Может, ты слышал о холодном утре, когда это была тихая, неинтересная деревушка в лесах. Пока ее не сожгла безумная орава. Пальцы одной руки внезапно дергаются в спазме. И щелкают друг по другу. А что именно произошло в холодном утре? Внезапно из ее швов вырывается жар от кипящей, бушующей сущности. Фермер по ту сторону горы в один прекрасный день проснулся с горящей головой и принял это за знак от своего бога. Тоже поверили несколько тысяч его сородичей. Поэтому, когда он устал пахать на полях в Орласа и пошел на запад, за ним пошла толпа вооруженных деревенщин. И что ты имеешь в виду? Святой Вайден и его великий поход отпраздновал свой переворот в Орласе нападением на Дирвуд. Большинство его сил направилось на север, в сторону цитадели Холгот. Но несколько тысяч сосливчиков пошли через горы, через холодное утро. Мы дали им пройти. Почему вы не попытались остановить эльсерасцев? Они сильно превосходили нас количеством, даже такие пентюхи, как мы это понимали. Посмотри на долину милосердия. Они сопротивлялись и от всей деревни камня на камне не осталось. Со скрежетом металла она проводит одной бронзовой ладонью по другой. Притом мы попросили герцога помощи. Сказали ему, что войска Вайдена переходят горы. Похоже, он нашел лучшее применение своим солдатам. Она скрещивает руки на обшитой металлом груди. Поэтому мы пропустили солдат Вайдена, чтобы герцог сам с ними разбирался. Она с тихим лязгом дергает кистью. А что случилось потом? Интеллект 11. Значит, холодное утро попало под чистки в отместку. Это случилось после того, как молот Бога перемолол Вайдена на муку. Когда герцог были вне себя, за лихвасткой яростью искали, кого бы сжечь. Вы замечаете проблески и вспышки на стыках, где тонкие, как бритва, проволоки натягиваются в ее теле. Они пришли, когда еще было темно. Их были сотни. И все до последнего потеряли кого-то близкого на войне. В ее горле щелкает сухой смешок. Наверное, решили, что мы должны сопроводить их похибших обратно в колесо. Они не зажигали свои факелы, пока не окружили нас. Когда мы их увидели, они уже превратились в сжимающее кольцо огня. Она замолкает, и вы слышите размеренное щелкание механизма в задней части ее черепа. Я проснулась, подбежала к окну. Вся деревня была в огне. Не видела ничего, кроме дыма. А крики, ее большой палец сгибается в странном ритме. Большинство выбежало на улиц, их поймала толпа. Другие спрятались и заживо сгорели в своих домах. Как это связано с твоими преступлениями? Охота на мужчин и женщин, которые приняли в этом участие. Думала, это ясно. То есть месть просто. А не маньяк, как ее описал. Создатель. Ты же не могла надеяться найти их всех. Ну, мы же стараемся сделать все возможное за то время, которое отмерили нам боги. Так ведь она смеется дребезжащим смехом. Что именно ты хотела сделать? Она делает паузу. Наша деревня уничтожила толпа. Но дом моей семьи сжег один мужчина. Все надеялось, что доберусь до него, пока расправлялась с остальными тварями. Похоже, теперь это уже не важно. В бронзовом черепе дребезжит вздох, но ее сущность раскачивается и подергивается так же беспокойно, как кошачий хвост. У вас с Гальвина были необычные отношения. С ним можно только так, как и со мной. Она скрещивает руки на груди. Ты его ненавидишь. А как еще относиться к тому, кто истерзал мою живую душу? Она со скрипом металла шевелит сложенными на груди руками. Вы давно знаете друг друга? Примерно 13 лет. Я бы сказала, слишком давно. Он заявил, что создал тебя. Он намазал масло на хлеб и заявил, что создал что-то. Этого мужчину никогда не обвиняли в излишней скромности. Она закатывает глаза. Ему удалось засунуть мою душу в эту кучу бронзы. Это так. Возможно, он гений. А еще он сукин сын. Она барабанит пальцами по поцарапанному бицепсу. Хотела когда-нибудь его бить? Каждый день. Просто все время откладывала. Все равно ни он, ни я никуда бы не делись. Что именно ты для него делала? Она разглядывает вас несколько секунд, а затем пожимает плечами. Следила за его инструментами, убирала мастерскую, махала молотом. Ах, да, и похищала путешественников для экспериментов с душами. О чем ты говоришь? Все эти другие големы, как ты думаешь, откуда они? Она наклоняет голову. Но не беспокойся, они все были плохими ребятами. Это ужасно. Ну ладно, спасибо, что сказал. Откуда ты знаешь, что это были плохие ребята? Это ужасно. Может быть. Но мне кажется, что ты меня взял не из-за моей очаровательной личности. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Откуда ты знаешь, что это были плохие ребята? А вдруг хорошие, как мы, например? Почему ты захотела пойти со мной? Сталворд замечателен в эту пору года. Колокольчик Бераса расцветает на целых пять дней. А шквал из горы отгоняет вонь рыбы от селения. Она отворачивается, щелкая пальцами одной руки по ладони другой. Все равно лучше, чем оставаться у Галливина. А лот поднимает бровь другой и наклоняется к вам. Я достаточно долго жил с секретами, чтобы знать, когда кто-то что-то скрывает. Она с царапающим звуком поворачивает черные камешки глаз в вашу сторону. У меня такое ощущение, что Сталворди тебя видеть не хотят. Она пожимает плечами. Такая у меня репутация. Жители маленьких деревень, как правило, не самых широких взглядов. Ты кого-то здесь убила? Пока нет. Обсудим лучше что-нибудь другое. Ни восприятия, ни интеллект у меня не сработал. Насчет Арсенала Дургана. То, что я сделан из металла, не значит, что у меня особая любовь к кузнецам и кузням. Она щелкает по бронзе своего предплечья, который издает неблагозвучный звон. Ты знаешь что-то про него? Не больше, чем Гальвина тебе уже рассказал. Есть какие-то идеи, кого из жителей деревни стоит проверить? Чтобы они рассказали красивые гноми стихи, мне никто из них особо грамотным не показался. Так что проверяй всех, чью вонь сможешь выдержать. Она пожимает плечами со скрежетом металла. В этом я помочь не смогу. Потеряла нюх 13 лет назад. Ты помнишь какие-то из экспедиций, которые приходили к Гальвину? Ничего конкретного. Все выглядят одинаково, когда ковыряют в носу. Она замолкает, раздумывая. Потом ее голова резко дергается вверх, она что-то осознает. Только последняя группа, та, что шла перед вами, они были какие-то другие. Ее пальцы сжимаются в спазме. Никак не могла понять, чем дело. Но они были опасны. Почти почувствовала, как волосы встают дыбом на шее. Она проводит рукой по гладким бронзовым пластинам на своей шее. Больше из тех, кто заходил в дверь Гальвина, у меня такое ощущение не вызывал никто. Ладно, забудь. Какая у тебя была жизнь до Войны Святого? Ничего особенного. А по моим меркам, это значит, что она была довольно хорошей. Она задумчиво кивает. Мама была звероловом. Научила меня устанавливать силки и свежевать дичь. Папа был жестянщиком. Мне не хватало его терпения, чтобы было интересно наблюдать за его работой. Мои братья и сестры, они тоже были хорошими ребятами. Какая-то часть меня рада, что они не могут меня сейчас видеть. Ее лицо, как и всегда, ничего не выражает. Но вы чувствуете, как ее сущность сжимается в муках. Она отворачивается. Это все. Ну, познакомились, наконец-то. Так, все. Познакомились, познакомились. Давайте идти назад. Внезапно нашли еще одного спутника. Теперь идем в Сталвард. И начинаем... ...всех проверять. Кого только не найдем. Но это долгий процесс. Сейчас бы просто квесты сдать бы. Там в таверне только человек 20 стоит. Их всех тоже проверить надо? Все, давайте наверх. Плюс еще кучку квестов мне надо сдать. Три квеста. Я один на рыбак. Вот это четвертый появился. И то в ночное время только. Так, вот эту сейчас фигню проверим на юге. Может, что где в снегу завалялось? О, есть привал. Таратгер. И волк-питомец вместе с ним. Привет, кто бы ты ни был. Эй, привет, всегда приятно встретить добрую душу на дороге. Ты уверен, что мы добрая душа? Можешь пока что расслабиться. Инго даст мне знать, если покажутся огры. Буду скоро спускаться с горы, но у меня еще осталось кое-какие припасы, если тебе что-нибудь нужно. А ты кто? Зовут меня Тарагер. И иногда прихожу в Сталвард, чтобы поторговаться. Ничего такого особенного, как у Идрана. Просто припасы, ингредиенты. Вышел сюда, чтобы подышать свежим воздухом после нападения. Не очень люблю селение. Так, а как пройти к арсеналу Дургана? Мы его так нашли, но все же. Ты один из этих, да? Просто иди по дороге на север, а потом на запад через мост. Ты его узнаешь, когда увидишь. Будь осторожен, недавно здесь появились лакуфеты. И они уже расправились с несколькими караванами. Ты не знаешь, в округе есть бандиты. Конечно, почти всем караванам приходится идти по одной дороге к переходу. Там, на севере, отсюда засела группа разбойников прямо перед изгибом. Они уже мертвы. Да, давай посмотрим, что у тебя есть. Давай, выбирай. Боевой топор отличного качества. Ничего особенного. Легендарного нет ничего. Просто фигня одна. Капюшон для тундры. И прочая ерунда. Могу мечи тебе сдать хочешь. Увеличишь ассортимент свой. Разнообразными товарами. Это копье. Хорошего качества. Отличного качества. Рапира. Отличного качества. Меч отличного качества. Еще что-то есть похуже. Сейчас я тебя сброшу. Неудобно таскать все это дерьмо. Волшебная палочка. Пару кинжальчиков. Пару кинжальчиков. Пару стилитиков. И вот это. Забирай короче. Забираю. Еще могу тебе жезл отличного качества. Ну ладно. Сколько? На 4000. Деньги мне не помешают. Наличка. А по этим у меня капюшонов много. Забирай их тоже. Ну так капюшон. Просто капюшон. Не помню. С кого они по-новы подали. В таких количествах. Шлем с перьями пусть будет. Звучит прикольно. Может кому-то подойдет. Пара плащей. И вот эти тоже одинаковые. Все-все. Остальное пусть будет пока. Еще на 280. Мужик. Сколько у тебя денег-то с собой? На налички. Как ты не боишься здесь находиться? Бандиты, бандиты. Остается куча денег. Сколько ты мне? Тысяч пять почти дал. Это можно брать. Он не против. Так я могу тогда зайти в ту дыру. Которая восточнее арсенала находится. Правильно? Могу. Пошли посмотрим тогда. Сторожевая башня арсенала. К чему она вообще? Что это такое? Если в арсенал мы не войдем через нее, значит это просто какая-то башня. Что в ней находится? Посмотрим сейчас. Давайте сюда. Одним глазком хотя бы. Ой. Ой-ой-ой. Я думала, мы спустимся куда-то. А тут вот такое вот. Когда вы берете лук, он начинает вибрировать от странной и знакомой энергии. Порывшись в своих вещах, вы находитесь в серебряную стрелу, которую вы извлекли из раненого зимнего волка. Ого! Это аж здесь проявился. Помните, мы волка когда-то спасли? Когда вы подносите лук и стрелу друг к другу, стрела внезапно становится на место. Вы слышите гул и потрескивание, и между концами лука начинает появляться бледная полоса света. Оттягивая стрелу назад, вы ощущаете очень заметное сопротивление. Вы получили предмет громовик. Ого! Волка спасли на другой локации вообще. Громовик. 15-23. Привязать предмет, чтобы открыть следующий уровень. Душевный предмет. Этот лук гладкий и легкий, словно плавная древесина, но крепкий, как толстая мачта. Но у нас лучница одна. 15-29, 15-23. Но если прокачать, он же не прокачанный. Если прокачать, он будет очень-очень крутой. Кстати, предметы с духом намного интереснее, чем простые. Так, эти книги я уже сброшу. Он просто у нас любит читать. Все, этот лук держи при себе, а этот будем тогда прокачивать. Он откроет нам некоторые возможности. Привязывай, связай, связывай. Да. 250-20 урон. Да, это не проблема. И на максимуме он будет, в любом случае, круче вот этого. Круто! Представьте, волка спасли. На... Где мы спасли? На западе спасли. На западной локации. Вытащили стрелу. А могли бы не вытаскивать эту стрелу. Мы просто так сделали. А, вон, что-то фигня висит какая-то. Это, наверное, с той стороны, когда мы зайдем, шанс выйти будет. Понятно. Но этот лук желательно пораньше, конечно, получить бы. Что мы и сделаем. Чтобы его прокачать до нужного нам момента. Все, давайте на выход. Я не знаю, куда ближе. Сюда, наверное, ближе. Давайте на выход Сталвард. Вот поэтому и полезно помогать всем, кого ты видишь. И это как бы не квест, а просто так, между прочим. То есть, волк нас от благодаря. За спасение. Да, очень крутой лук. Еще кто-нибудь нас от благодарил, чтобы меч мне дали. Второй в игре. Одноручный хотя бы. У меня один меч за игру, фактически, нормальный, который. Я топор даже в руки взял из-за этого. Потому что меч одноручный, это вообще редкость. Даже купить негде. Двуручников много, уже 4 или 5. Причем таких, один лучше другого. А вот одноручных почти нет. Так, думала, что не буду скучать по этому месту. Так, мне нужно повидаться с несколькими людьми. Только аккуратно, чтобы не начинать сейчас допрос. Мне нужно, во-первых, первое. Это не то. Аббатство павшей луны. Манеха признан, что хочет попасть в бас, чтобы избавиться, собственно, от тяжелого света. А в басе есть колодец, который верующие могут... А что за аббатство павшей луны? Это вообще в каком мире находится? Ладно, потом найдем. Ценные трофеи. Фиара, привал Грейва. Это же он, привал Грейва, правильно? Фиара. Привал Грейва, да. Тилдор, подожди, Тилдор, ты же охотник за головами, по-моему, да? Да, он. Мецла из сестричества. От Аленого черепа мертва. Он широко улыбается. Какая ирония, не правда ли? Она убивала других во имя Бераса. А в конечном счете это и... Ох, неважно. Просто бери в награду. Она передает вам мешочек, которым позвякивают монеточки. Три тысячи монет. Ничего себе. И опыта почти шесть тысяч. Я слышал, что в наших краях появились новые опасные типчики. Возможно, ты захочешь присоединиться к поискам. Меня заинтересовали новые награды, о которых ты говорил. Это значит, адепты истинного пламени и охотничья ложа старого Дандрида. Он качает головой. Можно сказать, что те, с кем ты имел дело до этого, невинные овечки. Расскажи мне об адептах истинного пламени. Он почесывает шею чуть ниже затылка. Я не знаю, правда это или нет, но ходят слухи, что эта группа похороняется дракону. Только не дракон, блин. Хватит уже. Он поднимает руки. Я знаю, это звучит странно. Сам не верил, пока не узнал, что они сожгли заставу на север от девственных водопадов. И сказали, что сделали это за то, что местные солдаты зачистили гнездо вирмов. Последнее, что я о них слышал, это что они разбили лагерь возле обзорных водопадов. Думаю, их несложно будет заметить. Ну ладно. Что такое охотничья ложа? Он качает головой. Айдирцы, у которых оказалось слишком много свободного времени и денег, они путешествуют, убивают монстров для развлечения. Но они оставляют за собой след из разрушений и трупов. Их обвиняют в убийствах и всяких беспорядках в бухте непокорности, новом Хиамаре и дюжине других селений между этими городами. Кто-то видел, как они охотились в Рассетвуде. Так что можешь поискать их там. Ладно. О чем ты хочешь узнать? Ни о чем. Короче, еще два у нас. Задание появилось. Рассетвуд это... Убить Файндера на взять его голову. И убить Челенрика в Рассетвуде. Ладно. Это слева и справа. По одному чуваку добавили. Здесь мне надо было роду сдать, да? По-моему, у этой тетки. И стола здесь находится. Нет, Аэна. А мне кому надо? Блин, я уже начинаю поиск. Ну давай, ладно, ее прочитаем, раз уже зашел. Прочитайте ее душу. Вы чувствуете гудение, жужжание сущностей. В ее душе открыта еще одна личность ее. Еще одна группа воспоминаний, и они извиваются, словно в беспокойном сне. Контур у этой спящей души острый, зазубренный. Когда вы тянетесь к ней, она жестко вас хватает. Ну что, нашли с первого раза того, кого надо? Вы стоите в полумраке бражного зала. Дверь в дальнем конце помещения завалена крепкими столами с камьями. Вы знаете, что это будет недостаточно. Еще несколько дюжин гномов из вашей бригады ждут вместе с вами, держа в трясущихся руках лопатой кирки. Один из мужчин поворачивается к вам. Зинова, прошу тебя, если мы пойдем сейчас, то сможем уйти за баррикаду. Тут, тут от нас пользы никакой. Он прав, и по тихому бормотанию вы понимаете, что согласны другие. Но привратник Марун приказала вам удерживать свои позиции тут. В шепоте, который становится все громче, вы слышите вступительные аккорды бунта. Вы никогда не допускали нарушения субординации в своей бригаде и сейчас не собираетесь. Поэтому вы поднимаете кирку и с размаху вбиваете в голову мужчины. Он падает, а остальные замолкают. От его тела поднимается едкая вонь мочи. А мы умрем в бою. Если кто-то считает иначе, может сказать это мне прямо сейчас. Вы уже много часов выкрикиваете приказы, и ваш голос осип, но никто не двигается. Что-то с гулким стуком бьется о дверь. Все поднимают свое оружие, кирки, лопаты и несколько мечей, но не смеют шелохнуться. Вы чувствуете, как в висках пульсирует кровь. Вы отдаляетесь от души Таэны, но все еще чувствуете рывки гнева и свирепости Зиновы. Ей сущность бьется из стороны в сторону, бросаясь на невидимых врагов. Зинова не только сильна, но и опасна. Ярость приковала ее к старым и опасным воспоминаниям. Возможно, вы можете пробудить и других. Таэна же, похоже, ничего не замечает. Она спокойно смотрит на вас мутными, безмятежными глазами. Такое впечатление, что ты держишь за зубами какой-то секрет. Ее холодные пальцы смыкаются на вашей руке. Она изучает вас своими черными глазами. Рад, что не я один, знаешь, что таким, как ты, хранитель, доверять нельзя. И тебе лучше не доверять ей. Проснись, Зиновы. Испомни свое сражение в бражном зале. По лицу Таэны пробегает дрожь, и ее сморщенная кожа обвисает. После приступа сухого каши она начинает моргать, будто приходя в сознание. Это имя нанесет в себе воспоминания о смерти, войне, гневе, привкус крови. Зачем оно тебе? Ее глаза стали необычайно ясными. Так выглядит загнанная в угол животное, Шет. Будь осторожнее с ней. Мне нужно войти в арсенал Дургана. Что это за трюки, незнакомец? Думаешь, Паргрун так просто предаст свой народ? Она сжимает, разжимает руки на воображаемом оружии. Сущная Зиновы наполнена тем же неистовством, что вы ощущали в ее воспоминаниях перед боем в арсенале Дургана на опасно. Под Зиновой барахтается подавленное сознание Таэны. Решительность солгать. Ты совсем испортила зрение из-за работы в шахте? Я сражался вместе с тобой. Помнишь, когда ты убила труса? Она моргает из ленини и узнала тебя. И я растихаюсь, меняясь замешательством. Вы пробуете его очертания, готовясь к решительному шагу. Значит, ты не из купцов Золтана и не из чужеземных поборников, Экзандру. Ты один из нас. Хотя Зинова говорит, через старуху вы чувствуете, как сознание Таэны восстанавливается и укрепляется. Больше я ничем не смогу ей ответить. Я знаю о двери с рельефом, на котором изображена наковальня и стена с бойницами. Звучит знакомо? Ее глаза широко раскрываются, и она читает что-то нараспев. Молот и дургана громко звенит. На ковальне мотив пусть гремит. Крепь арсенала от вора и варвара нашу работу хранит. Верность сынов Абидона труд наш сковал. В кузне и пламени, что очищает металл. Она делает глубокий вдох и закрывает веки. В теле старухи соперничают личность и воспоминания Зиновы и Таэны. Личность Таэны начинает проявляться, но Зинова все еще сильнее, несмотря на то, что ее ярость и паника временно утихли. Вы воспринимаете обе части души чем-то жидким и податливым, но только на мгновение. Стянуть сущность Зиновы вниз, позволив Таэне снова появиться на поверхности. Стянуть сущность Таэны вниз, позволив Зиновы проявиться на поверхности. Давай Таэну вернем. Она громко вдыхает, выпуская ярость и травмы прошлой жизни, словно пар. Но когда она снова смотрит на вас, ее глаза светятся от новой энергии. Я задремала? Ну и ну. Такой странный сон увидела. Она качает голову и отряхивает руки о штаны. Столько всего нужно сделать. Извини, мне пора проверить, чем занимаются шахтеры. С их темпами, они еще год тут что-либо расчищать будут штапье. Все, пробудили мы душу и вернули Таэну на место. А теперь у меня есть стих, правильно? Задание выполнено. Да, изгой белого перехода. А зачем нам нужна была вот эта дамочка? Диал из корок, если мы все сами решили. Безымянный палец добавлен. Окончание задания через один день. Так, новое задание. Ниден был гонфотанским убийцей, печально прославившись своей жестокостью и способностью скользать от лучших охотников племени. Когда его наконец-то поймали и казнили, тело захоронили в тайном месте возле Клеобан. Рилак. Рио дали такой необычный совет, в надежде, что энгвитанские руины притянут душу убийцы и не дадут ей вернуться в колесо. Недавно, во время празднования очищения, девочка Орла наткнулась на могилу Нидена. Она сообщила о своей находке родителям, которые догадались, что это такое, и поделились новостью с другими членами племени. За день место захоронения Нидена ограбили несколько бесшабашных гонфотанцев. Тело унесли в ритуальных целях. Все, что осталось, безымянный палец правой руки. Анамфаты выступают против использования тела Нидена для изготовления предметов культа и готовы вознаградить любого, кто сможет его вернуть. У нас пойдет, как обычно, Кана. Кана, давай. Кана, пошел. Все. Тут все, тут все, тут все, тут все, тут все. Открыть арсенал Дургана. Все. Блин, с первого раза пришли и угадали. Не надо ходить, ничего искать. Ну, не чудесно ли. Все. Это можно отпускать уже, Голема, да? Голем, тебя можно отпускать? Не думала, что в этой деревенщине есть что-то, кроме киней и шеи, но ты заглянул внутрь, понимаешь? Что ты находишь, когда так кроешься? Материю души. Да? Готова поспорить, ты то же самое можешь сделать с любым в этой деревне. Одним только взглядом, она пристально на вас смотрит. Почему ты хочешь это знать? Ее глаза поворачиваются в глазницах. Возможно, я ищу кое-кого. Дровосека по имени Хармке. Ага. Расскажи мне, почему ты хочешь найти Хармке? Чтобы его убить. Ахватить пальцами горло, пока он не станет таким же холодным, как и его мерзкая деревня. Она сжимает кулаки со скрипом и дребезжанием металла. Он был одним из них. Хара вы, что уничтожило холодное утро. Я отследила его до Сталварта много лет назад, но меня поймали, прежде чем я успела закончить свое дело. На ее нагрудной пластине появляются из-за туха и темные переливчатые узоры. Хочешь, чтобы я помог кого-то убить? Не пытайся меня пристыдить, он это заслужил. В ее голосе жужжит нотка холодной ярости. Этот мужчина Хармке. Я видел его возле моего дома в ту ночь, когда он сгорел. Он смотрел на пламя так, как ты смотришь на душу. Ее кулаки сжимаются и ослабляются в сфере быстрых, беспорядочных движений. Я знала, что это пустая затея, пытаться найти всех до последнего, кто нес факел той ночи. Но я... Она поворачивает голову из стороны в сторону и поднимает руку, хватая что-то невидимое, изящно гравированной ладонью. Если бы я знала, что нашла того, кто сжег моих родных и разрушил мой очаг, то, думаю, мне стало бы легче. Почему ты так уверен, что тебе нужен Хармке? Я хорошо, внимательно его рассмотрел, а то иначе у нас был домик с желтой дверью на окраине деревни. Он был там. Еще я расспросила местных, когда приехал в Сталвард. Мне сказали, что все здешние дровосеки участвовали в чистке. Это у них повод для гордости. Из стыка на черепе вырывается небольшая струя разогретого воздуха. И каким образом это связано со мной? Я же сказала, что он был в толпе. Я заметила, как он смотрит на мой дом, когда он загорелся. Но когда мы его найдем, я хочу знать точно, что это именно тот мужчина, который сжег мой дом. Моих родителей, моих братьев и сестру. Она рассеянно потирает большие пальцы на царапину на руке. Не думала, что у меня будет возможность знать точно, но ты бы смог посмотреть его душу и выяснить. Ты же хранитель и все такое. Ладно, сделай все, что смогу. Очень хорошо с твоей стороны, очень хорошо. Она снова кивает, качая головой в такт, усыпляющему голосу. Не знаю, где он сейчас ошивается, но кто-нибудь в Сталварте может нам подсказать. В маленьких деревнях все обо всем знают. Она, понятно все. Найти Ханки, вот. Давайте тоже Ханки найдем случайным тыком. В кого-нибудь. Но это четко, конечно, определили. Я, правда, шел сдавать квест. Совсем другой. А мне нужен кто? Подожди, а кто пришел мне нужен-то? Это рыбная ферма. Это все ночь надо пройти. Дом Рененгильды. Это староста. Ладно, пошли сдадим сначала в эту. Потом будем уже искать. Может, сейчас и найдем. Кого-нибудь да найдем. Давайте пока сдадим. Просто сдать квест. Это не так легко, как кажется. И благодаря этой скорости мы сразу ее квест раскрыли. Так, кто нужен-то, а? Хифрик. Крестьяне, крестьяне. Кто-то нужен. Кейдан. А, Фиара. Вот, она нужна. Одну нашли. Фиара, привет. Похоже, ты был в Диких Землях. Не встречал ли там мои повозки? Я знаю, что ты торгуешь с Фефом, Фиара. Тихо. Хорошо? Она оглядывается по сторонам. Слушай, извини, что не рассказала тебе все, но ты же можешь понять, почему я не рассказываю о своем деле. Я просто пытаюсь выбраться из этого поселка, прежде чем какой-нибудь огур или рыбак, или охотник, и снегов спорит мне живот. А еще важнее, что я должна выполнить условия сделки с поставщиком. Он не из тех, кто... кого стоит разочаровать, а надергать себя за воротник. Если не хочешь, чтобы Ренингильда услышал о твоих делах, то лучше приплати мне. Я не буду помогать тебе распространять этот яд. Прекрати заниматься этими дурными делами. И последнее, что же справедливо, тогда я заберу свою награду. Атаковать. Умри, негодяйка. Я не буду тебе помогать торговать наркотой. Понятно? У нее отвисает челюсть. Ты... ладно. Похоже, я здесь застряну надолго, потому что не смею вернуться к поставщику с пустыми руками. Надеюсь, теперь ты доволен. Она одним залпом осушает свою кружку до дна. Ценные трофеи. Так, и что? И ничего, просто опыта дали. Могли бы ее, конечно, еще и убить. Не обращая на меня внимания, я останусь тут, стану рыбаком или шахтером. Весело, да? Но мы ее сдадим властям, если что. Ренингильде расскажем про нее. Так, есть. И кто? Что у нас еще осталось? Что мы еще выполнили? Ценные трофеи. Я убедил Фиару бросить торговлю с фейфом. Теперь она застряла в Сталварте, чему совсем не рада. Но торговать перестал. Уже хорошо. Так, долгая охота. Это не то. Дитя опять из солнца. Это кто? Полиджина. Осада Крингорода. Это квест. Время вспоминаний. Манеха пока что недоступна. Та, что смогла убежать. Дьявол из корок. Это мои квесты. А вот еще. Так, это награда, награда, награда. Раскаяние рыбака. Священный прибор. Вот это. Прибор Исты не помог найти руду, но обнаружил небольшое скопление белых адровых камней. Думаю, его заинтересует. Женщина по имени Иста пытается восказать химические приборы, с помощью которых гномы арсенала обнаруживают месторождение, на котором возвели свою крепость. У нее есть прототип, работа которого нужно проверить. Для этого кое-кто должен осмелиться... Где она находится? Очень тяжело написать, где она находится. Иста. Собрать... Найди залеж. Подожди. Ну, где же она находится-то? Иста. Иста. Две строчки бы. Столько текста. А самого главного написать сложно. Вот я должен помнить, да, где Иста находится. Многочасовые диалоги. А дневник нормально... Это Авина. Иста. Кто это вообще? Это здесь... А, здесь же, кстати, никого нет. Нужно обворовать сколько. Иста. Иста. Приборы Исты. Это в самом начале мы ее встречали. Но, по-моему, не в таверне. Андред. Иста внизу, что ли? Игрок, 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 игрок Тайн Лиджи. Нет, не, не, не они. Да. Две строчки. Где искать эту даму? В начале. В Расседвуде. Где? Где мы ее видели? Наверное, не здесь. Иста, Иста, Хромондры. Дом Сирша, может быть Сиршей? Не знаю. Я не знаю, куда идти. Дом Систа. Иста, Расседвуд. Вот это обзорные водопады. Дирвуд. Идран. Сирш. Жесть. Священные приборы. Женщина. Ну, она хотя бы женщина, мы уже знаем. Пытается создать технический прибор, с помощью которого гномы арсенала обнаружили месторождение, на котором озарили свою крепость. У нее есть противоработка, которую мы можем проверить. Для этого мы должны смириться приобрать прибор. Прибор Иста помог мне найти руду. Собрать руду. Похоже, прибор реагирует на то, чтобы вообще основание прохода арсенала Дургана. Найти залежи драгоценных металлов. Иста уверена, что и прибор работает примерно так же, как используют гномы арсенала Дургана. Представьте, как прибор показан на запад. Жесть просто. Наверное, просто стоит где-то. А, вспомнил. Да, просто стоит. Хоть бы метка на карте была. Вот тут она стоит. Вот она стоит. Я вспомнил, где она стоит. Ну, либо в дневнике пометить, либо на карте пометить. Ну что, сложно. А я ж не могу, да, метки на карте ставить? Нет. Такой нет опции. Хотя, в древнючей Балдорсгейт мы могли метки ставить. Вспомнил. Вот она. Фиг вспомнишь. Ну, реально. Тем более, с перерывами в 2-3 недели между сериями. Привет. Надеюсь, у тебя что-то получилось. Будь осторожен с этим прибором. Боюсь, я ничего не нашел. Я обошелся в гору. Я не обнаружил никаких месторождений руды, но зато нашел это. Что? Так он работает? Такой прекрасный день. Но почему эти камни? Я не думала, что устройство сможет обнаружить инертную адру. Прибор ушел. Мне потребуется дополнительное исследование, но главное, он сработал. Наконец, прорыв. Теперь с помощью этой адры я смогу улучшить чары. Мы будем добывать железо, золото, адру. Все что угодно. Рад. Камни я ставлю себе. Похоже, эти камни довольно ценные. Ладно. Держи. Держи. Рад помочь. Не буду тебя забирать ничего. Это все изменит. Ох, я, конечно же, не оставлю тебя с пустыми руками. Вот я оставила себе эти припасы, но не думая, что еще долго пробуду в столварке. 800 монет. Я не забуду все то, что ты для меня сделал. Я расскажу об этом на родине, обещаю. Кто знает, может они назовут следующий арсенал в твою честь. Ладно, что торговался бы, а так бы уже со мной, видите, это будет просто фантастика. Подожди, только пока об этом услышат на родине. А так бы, видите, не назвали бы арсенал в мою честь. А так теперь назовут. Наверное. Все, нам надо вздремнуть. Желательно, чтобы наступило ночное время, через 8 часов. Чтобы потом сразу на ферму рыбака завалиться. Ну, это уже все, следующая серия. У нас с вами найти хамкле, или как он там назовется. Потом слева и справа появились новые преступники. Довольно мощные, обещают быть битвы. И рыбная ферма, где нам нужно найти залежи или что там, тайник какой-то. Окей, все, спать. Избавиться от малыша, да, возьми это вместе с моей благодарностью. Мне здесь не нужны были его проблемы. Какой малыш? Итак, что тебя сюда привело? Прочитать его душу. А зачем? Выйти комнаты, темную и сырую, погреб. Он выглядит скорее частью трактира, чем старой крепости. Глазами Хефрика вы любуете с рядами сияющих бутылок, недавно очищенных от пыли и отполированных. Отступаю от полок, вы с удовлетворением смотрите на нажимную плиту, скрытую в каменном полу. О! Тайник. Ты в порядке? Сам знаешь, я наливать не буду, если ты уже пьян. Ладно, мне нужна комната. Короче, тайник где-то есть у него между бутылками. Медвежие шкуры, высшего качества, отлично. Золотой кит давай. Хорошо. Немножко вздремнули. Выли через который час? О! Ровно полночь. Все. Я сохранился. Нажимная плита среди бутылок. Это подвал 100%. Так там бандиты стоят. А ну пошли. Сейчас просто гляну одним глазком. Я же не пойду. Мне надо бежать на рыбную ферму, потому что ночь как раз. И следующую серию начнем именно с этого квеста, потому что все остальное. Тут вот нажимная плита, да? Тут бандюки стоят. Окей, ладно, не знаю. Не знаю. Ладно, все, друзья. Закончим с вами в этой таверне. Разгребли мы практически всю побочку. Чуть-чуть взяли новой, но думаю, самые серьезные квесты мы уже с вами решили из побочных. Останется у нас только арсенал Дургана, но и тут по мелочи, которые сегодня взяли задачи. Все. Спасибо всем, кто смотрел, друзья. С вами был Дмитрий, канал ShadowLelPlay. И до новых серий в Pillars of Eternity. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.